Отличительной чертой изменений при реализации проекта «Имал-Урал» является количественные и качественные изменения не только в энергетике, но и также в обществе и государстве. И хотелось бы, возвращаясь к основному мысль, показать последствия сдерживания развития. Мы их проанализировали, разбитые четыре группы, и это все и их присутствующим здесь командам. Для энергокомпаний отсутствие развития в энергетике может вести к последствиям застоя звала энергетики. Для бизнеса мы говорим, что это потеря механизмов инвестирования внутри страны, поскольку инвестиции российских компаний будут заменены иностранными инвесторами. Для общества мы вам гарантируем при отсутствии развития постоянное контролируемое повышение энергетиков, о чем говорилось уже не раз. Ну и для государства мы вам также можем предсказать потерю технологического и экономического суверенитета, что вошеднет базовые основы безопасности государства. Вывод. Мы считаем, что в проекте «Имал-Урал» необходим стратегический проект развития энергетики. Дополнение от группы? Нет, нам показалось, что в сайте. А, нет, нет, все верно. Спасибо за внимание. Вопросы, Галерия? Почему государство это не реализовало? Могу ответить так. Есть целая наука, которая называется управление изменениями. Любое изменение, крупное, тем более в государстве, требует подготовки и требует необходимой проработки с точки зрения управления. Этой подготовки не было. То есть мы делаем вывод, что государство устраивает то положение вещей, которое есть сейчас, в отличие от нас. Еще вопросы? А можно слайд номер 2, по-моему, там, где различные пути. Вот, да, вот это вот. То есть я так понимаю, что вариант номер 1 – это вариант ничего не делания, нет развития роста, воздействия, при котором есть только рост. Это что такое? Вариант 2. Ну, это тот вариант, когда мы рисуем карту Сырловской области, как сегодня Алексей Евгеньевич, и на ней появляются какие-то абсолютно рандомные новые мощности, которые не имеют некой стратегической общей цели, и которые часто так получаются, что строятся независимо друг от друга. То есть мы получаем просто прирост генерации при туманных, в общем-то, целях. Понятно. А, собственно, вариант С – это что такое, при котором проект будет реализован? Это проект С – это когда реализован проект Ямал-Урал. Так, а я правильно понимаю, что в рамках проекта Ямал-Урал предполагается строительство множества ветряков на Ямале, чтобы, собственно, вот этот ветропотенциал как реализовать. Я правильно понял? Да. А вот вы не оценили, какой примерно объем этого проекта? Какова его, ну, в деньгах? Ну, так, просто, чтобы мы знали. Я думаю, что там назывались какие-то цифры еще по Таповым, но чтобы сегодня этот проект обсчитать, необходимо ввести его хотя бы в стадию просчета. Потому что, в общем-то, учитывая сегодняшнюю инфляцию, говорить о каких-то твердых ценах очень сложно. Ну, да. Ну, вот я понимаю, что там речь идет о создании 250 гигаватт электрической мощности. То есть, вот, если взять за 1 мегаватт установленной мощности, сколько он может стоить? Уважаемая группа. На вскидку сколько может стоить? То есть, если, получается, на газе что-то там 2700 или что-то в этом роде, то тут, я думаю, что будет где-то 10 тысяч, 10 миллионов долларов за 1 мегаватт, наверное. Ну, тут надо понимать, что это не единомоментный ввод всей мощности. Ну, естественно, ну, просто, чтобы представить объем проекта и для того, чтобы оценить, сколько примерно государство и общество должно будет за это заплатить. Вот, то есть, получается, 250 гигаватт на 10 миллионов долларов. Это сколько там? Ну, там счет на триллионы идет, да. Если считать это так, то это счет… Триллионы долларов, судя по всему, да? 2,2 триллиона долларов. То есть, получается, вся страна должна будет на протяжении, там, ну, лет 25 взять ипотеку на там такую. Вот, мне кажется, важный вопрос. Насколько нужно в данном случае, собственно, развитие энергетики? Оно нужно? Или, может быть, вот, или, может быть, это вот та самая вот вещь, которая утопит, утопит нашу страну? Как вы думаете? Ну, есть предположение, что, ну, почему так дорого, раз в масштабе всей страны, и, по сути, реализация, по сути, модернизация не только энергетики, но и многих отраслей, то, ну, а как вы хотите? То есть, если не развивать ничего, за это нужно платить, естественно, если развивать. А какие-то другие пути есть, более дешевые? Я не знаю. Важно же, собственно, вот у вас есть какое-то видение, как может ваш проект быть реализован? То есть, вот, что ему сегодня не мешает, во что он уперся? Ну, это тема не сегодняшнего дня, мы над ней будем еще работать. А можно следующий слайд? То есть, у вас вот еще следующий слайд, да, еще. Вот, я правильно понял, что ваш проект уперся вот сюда куда-то, в интерн-компании, бизнес, общество и государство или нет? Ну, почему у нас на этом слайде именно эти четыре группы? Потому что мы хотим от этих групп, ну, в смысле, не от групп, а от сообществ, чтобы они нам помогли осуществить этот проект. Ну, я понял, собственно, я так понял, что, вот, я правильно понял, что для общества непрерывное, неконтролируемое увеличение тарифов будет, если этого проекта не будет или если он будет? Нет, это все эти угрозы и последствия, они применяются к тому, если не будет осуществлен этот проект и если не будет изменений в энергетике. Это применяется к тому, то есть, мы показали соотношение, что в дальнейшем будет без проекта, может быть, и что в дальнейшем будет с проектом. Две, три альтернативы будущего, так сказать. Ну, вот мы сейчас так… То есть, в сравнении к проекту. Я понял, но вот выглядит, конечно, все наоборот, вот, что, может быть, если этот проект будет реализован, то, стало быть, вот эти вот огромные суммы, гигантские, они же должны быть где-то будут взяты, и, видимо, они будут взяты ведь не в России, потому что в России-то нету, стало быть, за рубежом, стало быть, вот, про экономический суверенитет. Как это отразится на экономическом суверенитете? Ну, собственно, что думает группа государства? Интересно. А как отразится то, что сейчас происходит, когда иностранные компании не просто инвестируют, а именно уже являются собственниками генерации в России? Группа считает, поскольку все-таки будет тенденция к переходу на возобновляемые источники энергии, в том числе к ветрогенерации, в любом случае нужно будет где-то эти ветряки брать. То есть, если мы не будем разрабатывать их внутри страны, то есть мы купим их за рубежом и проинвестируем в Германию или кого-то там, кто их производит? Есть ли у группы видение того, как группа завтра будет работать? Да. Я правильно понял, что направление, в котором группа будет работать, это выявить, как организовать взаимодействие вот с этими группами, вот с этими, для того, чтобы стало понятным, как этот проект может быть реализован? Да, и мы уже начали эту работу. Хорошо. Есть ли, коллеги, вопросы? Или суждения по докладу? Хорошо, спасибо. 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 Так, сейчас, получается, группа общества? Группа общества? Прошу вас. Спасибо. Добрый день. Группа общества Мизенина Наталья. Ну, собственно, анализ последствий сдерживания развития энергетики со стороны общества. Следующий слайд. Сразу к делу, если перейти, со слов Евгения, ой, господи, Алексея Евгеньевича, чтобы не затягивать, собственно, последствия. Первый и основной это дефицит энергии, но здесь его можно рассматривать двойственно. Во-первых, дефицит энергии может произойти из-за наращивания потребляемой мощности, и нам может просто не хватить генерации. Во-вторых, из-за постоянно сокращающихся запасов ресурсов. То есть одно в течение пяти лет может произойти, другое, допустим, в течение пятидесяти. Второе последствие сдерживания энергетики – это продолжение загрязнения окружающей среды. То есть если не вводить никаких новых проектов экологических и тому подобного, ситуация не изменится, экология как была, не на уровне, так и останется. А может быть, даже будет еще и хуже. Третье последствие – это высвобождение ресурсов. То есть если мы сдерживаем развитие энергетики каким-то образом, соответственно, те деньги и другие ресурсы, которые могли бы пойти на развитие энергетики, они уходят в какие-то другие отрасли, я не знаю, образование, здравоохранение. Что-то в России же должно развиваться, если не развивается энергетика. Четвертое – это укрепление плацдарма, так называемого, для научной деятельности. Пояснить могу, как, собственно, площадка для мысления фанатиков энергетиков, в которых действительно трогает ситуация, которая творится у нас в стране. Пятое и, наверное, вершина нашего сегодняшнего творчества – это отсутствие возможности появления общества будущего. Здесь, наверное, стоит пояснить картинкой. Да, давайте так. Ну, собственно, что мы имеем в виду под появлением общества будущего? Если смотреть с противоположной стороны, возможность появления общества будущего, у нас есть энергетика, которую сдерживают. Как только энергетику сдерживать перестанут, она, соответственно, каким-то образом тем или иным изменит мир. И вот этот вот мир – это уже не та маленькая группа энергетиков, которая фанатеет от того, что они делают, а все общество в целом, собственно, как наша группа, общество, которое мы представляем. И изменения в энергетике, если они будут настолько глобальными, чтобы смогли, как иончики, зарядики, передать свою энергию, возможно, приведут к формированию нового человека, общества будущего, с определенными качествами, совершенно другими, не такие, как мы сейчас. Возможно, это будет общество потребителей, жрущих гамбургеры, извините, ничего в жизни не хотящих, но, возможно, другой совсем исход. Возможно, это будет общество более прогрессивное, более умное, менее затрачивающего рабочую, механическую какую-то силу, больше делающего с информационной точки зрения. И, наконец, те самые пресловутые тарифы и цены на все остальное и, естественно, повысятся. Следующий слайд. Спасибо. Ну и, собственно, механизмы возможного воздействия на сложившуюся ситуацию со стороны общества. Первое – это акции и пикеты, так сказать, с транспарантом перед ЕСК или Госдумой или что-то еще. Вообще такой механизм, он же существует. Просто в России он не применяется, хотя другие страны довольно успешно пользуются этим механизмом. Второе – это письма наверх. Так, собственно, без присутствия Алексея Евгеньевича шутка не состоялась, но как механизм рассматривать можно. Он как Господь Бог, он нас видит и слышит, не волнуйтесь. Я надеюсь. В общем, если писать будут не бабушки из неэлектрифицированных деревень, а, собственно, общество более массово заботится этой проблемой и возьмет на себя ответственность что-то делать, возможно, эти самые письма, они начнут действовать. Третье – это функционирование совета потребителей. С формулировкой, я не знаю, может быть, мы ошиблись или сказали не точно, поскольку мы не знаем, существует ли он. Если он существует, то нужно привлекать туда, не знаю, средства массовой информации или что-то еще, или спонсировать их. А если такого совета или сообщества не существует, то есть смысл его создать. Потому что обратной связи, как таковой, между обществом и энергетикой я не могу уловить. Ну и четвертый способ – нещадно тратить энергию. Ведь, как сказали, если энергетика… Ой, Никита. Если тарифы падают, значит развивается энергетика. Мы решили, да, по такому же принципу. На частное потребление. Вот. И, соответственно, если мы будем тратить больше энергии, не покупать энергосберегающие лампочки, оставлять свет включенным и все прочее, возможно, это подтолкнет энергетику производить больше. Вот. Следующий слайд. И поскольку наше общество еще и ко всему прочему к безответственности и ко всему остальному и неграмотности в плане знания каких-то энергетических норм и пунктиков, мы хотим вам предложить мастер-класс по расшифровке той самой платежки, которая каждому из вас приходит на почту ежемесячно. Спасибо за внимание. Надо беруть платежку. Типичная квитанция за электроэнергию, которая приходит многим жителям Свердловской области. В принципе, может, она выглядит у вас как-то иначе, но формулы применяются везде одинаковые. Рассмотрим сначала индивидуальное потребление. Вот эту вот самую строчку. Индивидуальная электроэнергия. На самом деле считается очень просто. Это конечные показания на конец месяца и показания на начало месяца. Их разница. Это индивидуальное потребление, которое умножается на 3, то есть 102 кВт, умножается на ваш тариф, который к вам применяется. И, грубо говоря, в данном случае 300 рублей 90 копеек вы заплатите за ваше индивидуальное потребление. Дальше интереснее. У всех есть, наверное, в квитанциях, кто живет в квартирах, такая строка, как общедомовые нужды. Здесь общедомовое потребление электроэнергии. На большинстве многоквартирных домов стоит прибор учета общедомовой. То есть выглядит это примерно так. Это многоквартирный жилой дом. В нем есть какие-то квартиры, у которых стоят приборы учета. И на вводе в дом есть общедомовой прибор учета, который фиксирует все суммарное потребление данных квартир. Так вот, разница, которую показывает общедомовой прибор учета минус суммарное потребление 4-х квартир, это и есть потери, за которые платят жильцы данного дома. Туда входит и освещение подъезда, эксплуатация лифтов, какие-то возможные работы, в доме, на которые тоже затрачивается электроэнергия, а также это потери, например, безучетное потребление ваших соседей. Рассмотрим, например, реквитанции, откуда взялись такие цифры. Рассмотрим общедомовое потребление. Здесь двузонный прибор учета день-ночь. Сложим их суммарно. То есть 3533 кВт и 2820 кВт минус потребление всех жилых и нежилых помещений данного квартирного дома. Это 4094 кВт. Итоговая потеря составили 2259 кВт. Вот за вот это количество кВт платят все жильцы данного дома. Потери распределяются пропорционально площади вашей квартиры. В данном случае комната рассматривается 8,8 квадратных метра. Будет распределяться пропорционально всем площадям, суммарно площадям жилых и нежилых помещений данного дома. Вот эта вот строка. 8,8 квадратных метра разделим на суммарную площадь жилых и нежилых помещений и умножим на базу распределения ОДН. Это как раз таки вот эта вот разница, которую мы получили путем вычитания. Итого получили 8,2 кВт на одну квартиру. Дальше распределяется на день и ночь, поскольку общедомовой прибор учета стоит за день дороже, за ночь дешевле. Будет распределяться пропорционально тому, что показывает общедомовой прибор учета. То есть посмотрим потребление по дню. 3533 кВт – это потребление общедомового прибора учета за день. Делим на суммарное потребление, то есть за день и за ночь. Ну и по примеру пропорции посчитаем. То есть 8,2 кВт – потребление по дню – это х. Путем пропорции легко посчитать, что х – это 3,64 кВт. Ой, 4,56 кВт. И отсюда можем вывести потребление по ночи, которое умножается на ваш тариф. Теперь вы можете также расшифровать вашу квитанцию, увидеть, правильно ли вас рассчитывают ваши управляющие компании. Спасибо. Спасибо большое. Есть вопросы? Да? Прошу вас. Надеюсь, что есть. Соболь, Римма. Можно первый слайд? Где последствия? Я пытаюсь объяснить, что я хочу спросить, потому что, ну, не то, что я не согласна, может, мне просто непонятно, правильно ли я понимаю, да, точнее так. Ну, в общем, там написано, что последствиями сдерживания развития энергетики вы считаете высвобождение ресурсов. Да. Вот. Ну, я почему-то считаю, что это не так. Вы можете объяснить мне. Потому что неразвитие, ну, и сдерживание развития энергетики не обязательно проявляется в том, что там станции не строятся, деньги не тратятся. То есть, развитие же это не всегда просто, ну, вкладывание денег в новые станции. Это же не только это подразумевает слово развитие. Ну, да. Ну, так вот. То есть, если мы не развиваем энергетику, это не значит, что мы перестаем тратить деньги. Может, мы их тратим и тратим, даже больше тратим. Не обязательно у нас высвобождаются новые ресурсы, ну, там, деньги. Мы, может быть, вкладываем много денег, но не туда, куда нужно. И развития-то нет. Нет, смотри, какая ситуация. Энергетика – это не только деньги. Это уголь, мазут, газ и все остальное прочее. Например, я, как студентка четвертого курса, могу точно сказать, что хороший мазут нам тратить не дают на станциях, потому что оно считается высокопотенциальным топливом и выходит в более затратное производство, и мы топим, чем попало. Та же самая… Например… Вот, газ точно так же. Газ расходуем не только мы, как энергетика. Вот я и говорю, что все равно, то есть, развитие-то может не проходить, его могут сдерживать, но при этом ресурсы-то тратится только больше. То есть, развитие же не проявляется в том, что мы расширяем, там, не знаю, расширяем установленную мощность, строим новые станции. Нет, не только что, мне кажется, в этом. Развитие в чем-то другом. Спасибо за замечание, мы поработаем над этим вопросом. Можно вот тоже по тому слайду? Секундочку. Да, в начале первой. Те 3 триллиарда долларов, которые мы не потратим на проект Ямал-Урал, мы сможем на них сделать что-либо другое в стране. Теннис этой группы. Тем более. Вот в том плане, что строительство новых электростанций – это не развитие. Мы вообще согласны с вами, это обсуждали уже сегодня много раз в группе. Это рост строительства, в общем, новых мощностей, это рост. А вот развитие – это качество изменения к чему-то, да? Это развитие. Но оно же тоже требует ресурсов каких-то, затрат. Вы с этим не согласны? Развитие качества – это вот, допустим, переход на возобновляемые сочники энергии. Это требует много затрат на их разработку, их введение в эксплуатацию. Разве нет? Ну а если наоборот это отказ от каких-то источников, ну не знаю, их закрытие, продаже? Может быть это тоже толчок к развитию, но при этом мы еще и получим деньги? Ну, за старые, то, что мы продадим станции, допустим, да? Это же тоже может быть какое-то развитие, изменение. Вы ввоз станции эксплуатацию имеете? Ну вот новых технологий. Это же не всегда значит минус. Может быть нам это и наоборот будет выгодно. Какую-то мы найдем такую технологию, которая… Да, может найдем новую технологию, которая наоборот принесет нам плюс денег. Продадим старое, продадим, да, получим деньги, вложим в новое и останемся в плюсе. Не обязательно, для меня лично развитие связано с огромными затратами. Купишь Левкинскую, Гресс? Нет. Мне она, в принципе, не нужна. А Уралмаш купите? Нет. У меня нет денег, чтобы сейчас оплатывать в Левкинскую или Уралмаш. Вот тут приплели Ямал-Урал. Ямал-Урал будет инвестироваться не только из государственных средств. Мы ищем спонсоров среди… Понятно. Ну не все. А дорожный фонд? Спасибо. Вы хотели задать вопрос. Ну там, собственно, рука была гораздо… Все, спасибо. Ну раньше. Вот можно тоже слать с последствиями и уточнить, правильно ли я понимаю, что все эти последствия наступают в одной у вас реальности. То есть это последствия, как бы… Потому что, как мне кажется, здесь какая-то логическая неувязка. Получается, у нас закончилась энергия, но мы почему-то улучшили науку. У нас закончилась энергия, но очень… То есть грязное производство, и мы высвободили ресурсы. Тут, на мой взгляд, какие-то логические небольшие неувязки есть. Вот, может быть, объясните мне их тогда. Хорошо. То есть это не может быть, на наш взгляд, в одной реальности. Чернова Анастасия, группа «Энерго-Компании». Это вопрос на понимание? Да, на понимание, да. То есть правильно ли я понимаю, что все вот эти вот события – это результат одного сдерживания, одинакового сдерживания. Ну, да. Сдерживание бывает разным? Да, просто смотрите, получается, что у нас дефицит электроэнергией. Дефицит электроэнергии у нас в результате чего? В результате того, что мы ее не вырабатываем, так? Но мы ее не вырабатываем, а при этом у нас укрепился платдарм для научной деятельности. Почему научная деятельность нам не позволила перейти на более высокий качественный уровень и не вырабатывать ту же самую электроэнергию при высвободившихся ресурсах и при улучшении экологической обстановки? Потому что если высвободились ресурсы, то есть мы их не сжигаем, не загрязняем окружающую природу, у нас экологическая обстановка не должна ухудшаться. Она продолжает ухудшаться при снижении выработки электроэнергии как? Сложный вопрос. Я слишком быстро говорю или вы не понимаете, что я спрашиваю? Не могу сходу ответить, правда. Да, понятно. Просто мне кажется, что это какие-то разные реальности, и надо было об этом сказать. То есть если у нас дефицит энергии, то это одно. Но если мы улучшаем, то это как бы положительное развитие, результаты развития. Понятно. Спасибо. Лена, прошу. А можно пока микрофон делать? Это какой-то самозахват. Коллеги, извините, пожалуйста. Сейчас из интернета поступила просьба всем задающим вопросы представляться. А то очень трудно относиться. Вот та белая девушка или вот тот маленький юноша. Поэтому большая просьба. Пойдем навстречу. Елена Меньшикова, у меня вопрос на понимание. А где анализ? Мы решили не застоять. А можно слайд номер два? Вы решили вынести последствия. Уже готовый продукт. Вот проанализировали, и вот что будет. Черный квадрат. Ну, тогда если... Второй вопрос, тогда можно еще раз? Я, наверное, вот тот анализ последствий, который у вас был, ну, то есть перечисленные последствия. Можно этот слайд еще раз? Нет? Хорошо. Попытаюсь по памяти. Скажите, пожалуйста, в чем вы видите укрепление плацдарма для научной деятельности при полном отсутствии развития? Чем хуже ситуация, тем больше хочется ее решить. А каким образом? Чем чаще у меня ломаются ногти, тем больше я на них трачу лаков и всякой прочей. Спасибо, понятно. Спасибо. Группа проектирования субъектов, что я хотел спросить? Вы уже спросили? Да, понятно. Там есть еще. Да. Конечно, про ногти. Представимся, да? Меня зовут Орлов Никита, группа «Общество». То есть был определенный смысл заложен в эти слова. Развитие плацдарма для развития науки. Что мы имели в виду? Вот энергетика у нас сейчас традиционная. Сейчас разрабатывается множество проектов, которые предлагают энергетику перевести в какую-то другую плоскость, создать биоэнергетику, построить ветряки, значит, еще какие-то новые технологии применять. То есть, допустим, энергию ветра использовать, биоэнергетика. То есть здесь вот диметилэфир, значит, и все это сейчас делается. Если энергетика будет развиваться, да, если эти проекты воплотятся в жизнь, то структура изменится. Энергетика, какая-то традиционная часть останется, но появятся и другие составляющие, реально работающие. Ну, как-то так. Так вот, мы говорим о том, что в дальнейшем будут совершенствоваться вот эти технологии, существующие, уже которые будут воплощены в жизнь. Новых вот таких кружочков появляться будет значительно меньше. Потому что сейчас это вот так, и очень много, есть большое стремление заменить это. Но когда структура изменится, вот это, мы считаем, что это пропадет. Вот сюда. Да, прошу. Представьте, пожалуйста. Блокнер, группа высотого энергетика. Вот к этому последнему дополнению не могу молчать, хочу высказаться. По вашему мнению, получается, по мнению общества, не по вашему лично, а вашего общества, чем больше нереализованных кружочков, вот там вокруг, то есть чем больше нереализованных проектов, тем больше оснований для научной деятельности. Совершенно верно. Совершенно верно. И это, значит, последствия отсутствия развития. Я категорически не согласна. Я думаю, если какое-то количество вот этих вот нереализованных проектов достигнет критической массы, просто ну что заниматься пустой ерундой, не будет количества новых проектов в какой-то момент прекратиться, появляться вовсе. Или они все свалят за границу. Это точно. У меня такое суждение, что группа общества просто в принципе отказывается понимать важность развития энергетики. Мне так показалось. Спасибо. В связи с этим вопрос на понимание можно? Короткий. Что группа понимает под словом развитие? В данном случае. Это не вопрос на понимание. Это не вопрос на понимание. Извините. Мы его снимем. У нас на флипчарте в группе написано, что развитие это положительное качественное изменение. Спасибо. Вам это чем-то помогло? Мне это помогло тем, что группа противоречит сама себе. Спасибо. Замечательно. Очень много. Спасибо. Ключников Андрей. А можно следующий слайд? Вот я правильно понял группу, что она в своих дальнейших днях будет использовать именно вот эти возможные механизмы воздействия. Нет, это только применительно к сегодняшнему дню. Просто, не знаю, слайд развлечения. Как можно себя развлечь? Я так понял вопрос, Андрей, что вы именно это будете делать на игре? Это мы призываем делать по приезду в Екатеринбург, чтобы не сдерживать развитие энергетики. Может быть, отработать это вначале здесь и попробовать? Да, да, да. Суждение тогда. Если да, вы считаете что-то возможное, механизм воздействия, вы попробуйте ими воспользоваться и посмотреть, насколько они эффективны, либо нет. Хорошо, спасибо. Спасибо. Есть еще суждения или вопросы? Есть. Да, прошу, Аминон. Слайд можно, где последствия указаны? А, сюда перевели, да? Ну вот, насколько я смотрю, в виде суждения уже вопросы, потому что уже поздно задавать, мне кажется. Мне кажется, общество абсолютно не беспокоит то, что в энергетике развития нет. В основном здесь все положительные факты указаны. Укрепление плацдарма для научной деятельности, высвобождение ресурсов. Но вот что-то конкретно, что беспокоит общество, вообще группа не указала. Из этих тут есть и плюсы, и минусы. То есть вот как-то надо определиться, есть ли что-то то, что беспокоит общество реально, или вы всем довольны. Подумайте. Можно не отвечать? Нет, нет, нет. Да, хорошо. Очень коротко. То, что беспокоит общество, мы об этом говорили вчера. Мы вчера сказали, текущая ситуация, да? Мы об этом говорили вчера. Мы говорим об следствии, что чисто есть, и так же нет. Ну вы же услышали ответ. Вчера они были возбуждены и беспокоились, а сегодня успокоились и не беспокоятся. Мы пытались описать объективную картину. И плюсы, и минусы. Да, попрошу вас. Можно еще вопрос? Скажите, пожалуйста, группа обсуждала такой вопрос. Кто является субъектом торможения развития? Или если субъекта нет, нет такого злонамеренного дядьки, который где-то сидит и специально ставит палки в колеса, то тогда какой механизм торможения? Потому что торможение – это активный процесс, да? Торможение автомобиля. Должен быть механизм, который осуществляет этот процесс, и должен быть пусковой процесс – нажатие педали на тормоз. Вот группа обсуждала этот вопрос или нет? Да, обсуждала. Как вы понимаете, механизм или субъекта торможения? Скорее мы пошли в сторону субъектов. Вот один из анализов был как механизм воздействия со стороны общества. Соответственно, общество – один из субъектов торможения. Общество безинициативно, неграмотно. Что еще там было? Нет, мы не вынесли на презентацию. Если бы предположить, что оно было инициативно и грамотно, то тогда торможения бы не было. Это один из факторов. Если можно, еще парочку хотя бы. Так, потом у нас были энергокомпании, которым невыгодно развивать новую энергетику, которые довольны сложившейся ситуацией. И еще у нас, что там было? Неэффективный менеджмент. Неэффективный менеджмент, да. Потому что плохо работающих работников можно заставить работать лучше, если подставить над ними хорошего начальника. И это тоже будет толчком к развитию энергетики. Еще одно замечание, что при… Вот люди, которые работают в этой компании, при нескольких зарплатах, они с каждого года начинают делать значительные энергетики. Какой форма сопротивления такая получается? Ага. Спасибо. Да, хорошо, хорошо. Если вопросов нет, я хотел бы высказать личное суждение. В теме дня у нас стоит формулировка «Анализ последствий сдерживания развития энергетики». Ключевое для меня здесь слово «анализ». Что сделала группа? Группа набросала несколько описаний в списочном порядке. Предъявила список, да. Вот последствия, вот последствия, вот последствия. Даже за большую взятку я не могу назвать этот список анализом. В этом смысле я полагаю, что группа никакого анализа не проделала. Хотя в тему дня добросовестно старалась уложиться. Меня очень порадовало, что у группы есть какие-то свои мифы о том, что такое механизм торможения и кто ее тормозит. То есть группа чего-то пыталась сделать. Но вот с анализом пока не идет. Мое субъективное мнение. Спасибо. Я хотел задать вопрос, вот если слайд назад один. Вот я хотел запросить, вы верите в крест Чубайса? Над Чубайсом или самого Чубайса? Мнение группы, судя по всему, да. Да, понятно. Ну вот, и если прийти к суждению, то у меня сложилось такое же впечатление, что, я так понял, что вы выступаете с позиции бытового потребителя. Да? И вот то, что вы заявляли вчера. В том числе, да. Вчера. Да. В каком смысле в том числе? Общество, это же не только бытовые потребители, но возможно воздействие, вот если вы про механизмы, то это, да, это механизмы воздействия человека, который пользуется электричеством в однушке на Уралмаше. Вот если вернуть на слайд назад. Ну вот, у меня, конечно, слушая доклад группы, сложилось впечатление, что, ну как сказать, мы слушаем доклад общества, которое загипнотизировано телевизором. Загипнотизировано телевизором и, в общем, верят во всякие штуки, которые, в общем, кто-то для него придумывает. И в этом смысле, ну вот, у меня, что находится в мире мифов, что будет какой-то дефицит энергии, хотя, ну вот, в общем, ведь непонятно, будет он или не будет. И сегодня, и вчера эксперты говорили, что вроде, ну, никак не вяжется. Ну вот в нашей области Свердловской, то есть такой избыток мощностей, какой крест Чубайса? Когда он возникнет? Да, ну вот, и вот откуда может взяться дефицит энергии? И вот эти все вещи? Да, мы говорили о том, что дефицит энергии возникнет не сейчас, не через год, не через два. Мы хотели подчеркнуть, что энергетика основана на невозобновляемых источниках. И когда-то они кончатся. Ну вот, смысл был именно такой. Смотрите, у меня возникло ощущение, что, собственно, общество, ну, ему очень, ну, вредит вот это вот сдерживание развития энергетики. У меня вот такое сложилось впечатление. И что общество, оно вообще-то готово жизнь отдать, чтобы энергетика развивалась. Я правильно услышал? Нет. Вот, и вот, в общем, у меня тут какое-то двойственное, то есть у меня сложилось такое впечатление. И я-то подумал, что это, ну, как бы гипноз, гипноз из, собственно, телевизора, вот здесь присутствует, про дефицит энергии, про продолжение загрязнения окружающей среды. То есть, ведь если не будет, собственно, как развитие энергетики, ведь не будут строиться новые вот эти самые станции, да, и, получается, не будет загрязнения, но, смысл, оно будет оставаться таким же? Мы отталкивались от той позиции, что строительство новых станций, да, даже строительство новых станций. Не является развитием? Традиционное. Это не есть развитие, это рост. Мы говорим о том, что если мы будем строить такие же станции, которые будут работать на угле, на газе, то мы будем продолжать загрязнять окружающую среду. Они будут появляться. И в этом смысле общество к этому как относится? То есть, вот, это вот последствия с позиции общества, я правильно понимаю? Да, верно. Если мы, если энергетика примет новые качества в какой-то момент, и появится, допустим, биоэнергетика, или, значит, энергетика на диметилэфире, то загрязнение может быть снизится, может быть прикридится вовсе. Это если развитие произойдет. Если развитие не произойдет, то загрязнение будет продолжаться. Вот, вы бы не могли еще раз зафиксировать, а в чем, собственно, позиция группы общества на игре? То есть, вам вот это все нравится или вам это все не нравится? Вот условно говоря. То есть, вот какую позицию вы занимаете? Или вы, как и вчера, занимаете позицию, что вы за все хорошее, чтобы, собственно, цены были низкие, экология была хорошей, и чтобы, вот, дескать, вы за это не платили, не отвечали? Спасибо. Мы не можем сказать, вот, именно в формате нравится или не нравится. Будут и такие факторы, и другие. Мы считаем так. Ну, и вам, в общем, на это, на все, как бы, фиолетово вам до всего до этого, я правильно понимаю? Как общество, как бы, том потребитель. Понятно. Да, 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 но, собственно, вы еще, вот, на следующем слайде, если можно, но вы при этом, может, следующий слайд? Но при этом вы, вот, дескать, видите вот такие пути для себя, как вы можете влиять на что-то, только непонятно зачем. Нам фиолетово на то, что происходит внутри энергетики, но нам не фиолетово на те факторы, которые касаются конкретно нас. Высокие тарифы, плохая экология, и вот против этого мы можем бунтовать вот этими способами. Я пока не понял позицию, в общем, признаюсь. Да как, я хочу, чтобы у меня было электричество в розетке и дышалось мне легко, а как вы это будете делать, мне по большому счету наплевать, как общество. Но, если у меня вдруг отключат электроэнергию, вода холодная побежит, или вдруг я начну задыхаться от того, что у меня плохой воздух, я пойду делать вот это вот самое. Я правильно понимаю, что группа со вчерашнего дня не продвинулась, потому что вчера же вы, собственно, тоже были за все хорошее, за низкие тарифы, за хорошую экологию. Вы что за это, ну, как бы сделать готовы? То есть, вот, например, вот тут обсуждался ДМЭ, вы, собственно, за это платить-то будете, за вот, ну, ДМЭ тут. Что? Ну, за проект ДМЭ, Ямал-Урал, там надо будет выложить жалкие десяток триллионов долларов, в общем-то, общество надо будет выложить. Вы к этому как относитесь? Такой вопрос же звучал уже, да, я постарался коротко ответить, что мы не хотим платить за этот проект. Мы говорим о том, что если развития не будет, то эти триллионы мы потратим, они будут потрачены в другой сфере. Типичное общество, да. Вот я хочу, мне важно понять, знает ли группа, что она будет завтра делать? Вот, что вы завтра будете делать? Что? Домой, ну, в общем, ну да. Есть ли у вас представление, что вы завтра будете делать вот с этим? Какой шаг вы должны делать? Вот с этим мы будем делать сегодня полчаса. А завтра по теме дня, по стандартной схеме. Ну, а завтра вы что будете говорить, я извиняюсь? Ну, то есть, вот вы же по ЛГИ посещаете нам завтра опять расскажете, что вы за низкие тарифы и за, значит, собственно, и за хорошую экологию. И чтобы, вот, дескать, и скажете, наверное, чтобы это вот плохое государство не сдерживало, дескать, вот развитие энергетики, да, Вить? Ну, мы всегда за низкие тарифы и за хорошую экологию. Понятно, да. А что плохого-то в этом? Да, прошу, Андрей. Андрей Борцов, правильно я вас понимаю, что общество ратует и хочет развитие энергетики? Ну, обществу необходимо развитие энергетики. Общество хочет положительных последствий от развития энергетики, для нас лично. Хорошо, тогда правильно я вас понимаю, что вы не думали над вопросом, каким образом будут удовлетворены ваши потребности за счет развития энергетики или за счет чего-то другого? Не думали об этом. Каким образом будут удовлетворены ваши потребности? По большому счету, мне не важно, как они будут удовлетворяться. Хорошо. И что происходит внутри энергетики, мне по большому счету тоже по барабану. Хоть там ветроводородное, хоть диметилэфирм, хоть из чего вы делаете электроэнергию, мне надо, чтобы удовлетворялись мои низменные потребности. Хорошо. Было на чем приготовить и при свете съесть. Владимир Владимирович, а общество готово? В качестве платы за удовлетворение их потребностей. Вчера поздно, как хотят выступить раньше, и вот так понятно. А, расплатиться собственным развитием? Оно не будет платить собственным развитием, это вынужденная мера. Если мы объясняли про общество будущего, если энергетика начнет так бурно развиваться, если упадет вот эта вот стена, сдерживающая ее развитие энергетики, общество волей-неволей изменится. Это то же самое, что при мануфактурах. Когда мы перешли от мануфактур к машинному труду, общество изменилось. Были против люди, но через несколько поколений появилось общество, мыслящее совершенно иначе. То же самое мы надеемся увидеть через пару-тройку поколений у нас в России. Хорошо. При условии развития энергетики. То есть, правильно я вас понимаю, что группа воспринимает, что общество будет развиваться, когда будет развиваться энергетика. Сила развития энергетики будет развиваться общество. Развитие энергетики как один из факторов изменения сознания общества. Хорошо, спасибо. По поводу того, что делать на завтра, может быть, я так подумала, возможно, все-таки домой не ехать. Я вспомнила про Норвегию, я была там недавно, и мне рассказывали такую историю. В принципе, норвежцы, они обычные люди, и со мной работал мой руководитель, ему где-то около 60 лет. И он говорит следующее. Раньше, в молодости моей я когда был, мы обычные норвежские парни шли и мусор выкидывали, допустим. Нас не беспокоило, какое загрязнение было. И вообще как-то мы на зеленую энергетику даже, например, влияние, ой, внимания никакого не обращали. Но, насколько я понимаю, зеленая энергетика, возможно, каким-то требованиям общество удовлетворяет. Ну, я так понимаю, потому что сейчас идешь по Норвегии, где у них много зеленой энергетики, и у них нет ни одной свалки, например. Ну, и вообще как-то так все культурненько. Вот. Так он мне говорит следующее, что в какой-то момент появились какие-то общественные организации, которые стали говорить и пропагандировать следующее, может быть, даже через телевизор. О гипнозе которого Александр говорил, что хорошо, чтобы было у нас чисто, хорошо, чтобы у нас было красиво. И вот эти общественные организации, они набрали силу и вышли с предложениями к правительству, не знаю, к энергокомпаниям. То есть собрали общественные советы. И сейчас у них действуют эти общественные организации. И вот я общалась с представителем, руководителем ассоциации теплоснабжения. Теплоснабжение, такая женщина, такая бодренькая, она говорит, вот мы сейчас готовимся, после выборов готовим позицию общества, которую мы будем обсуждать с новым правительством, о том, какую бы обществу хотелось видеть политику в сфере теплоснабжения. Может быть, как-то вам на эту тему подумать? У меня такое предложение. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну вот я все-таки хотел бы высказать еще раз свое это же суждение. Вот я так понимаю, сегодня у нас, собственно, в энергетике происходит следующее, что на высшем уровне, собственно, заморожены тарифы. Лично Путин сказал, что, дескать, все, дескать, естественные монополии должны заморозить тарифы. И это вот можно воспринимать как сдерживание развития энергетики. То есть очевидно, что это сделано, судя по всему, для потребителей, для крупных потребителей, для бизнеса. Но кто-то все равно должен будет заплатить. Возможно, что это сделано и для общества. Правда, я так понимаю, министр энергетики говорит, что, дескать, вроде бы надо убирать перекрестное субсидирование. И в этом смысле, ну то есть ведь понятно, что бытовой потребитель, скорее всего, должен будет за это заплатить. А в докладе демонстрируется, как мне кажется, общество демонстрирует свою полную инфантильность, беззубость и, собственно, ощущение, что верит всему, что говорится в телевизоре. Меня вот это немножко смущает, и я не очень понимаю, что вы будете завтра делать. То есть какие анализы, собственно, каких причин и сдерживание чего вы будете рассматривать. Вот тут я вижу сложность, сложность работы, собственно, работы группы. Спасибо. Спасибо. Я немножко перехвачу инициативу. Коллеги, я тут за ужином посмотрел вашу работу. В общем, мне очень понравилось. Большое спасибо студии Рада. Да, все комфортно смотрится. Но, коллеги, одно маленькое замечание. Если кто-то говорит не в микрофон, не слышно совсем. Микрофон – отличный звук, отличная картинка, все хорошо. Мимо микрофона или далеко от микрофона, те, кто там сидят, вот там, для них этого не существует. Обратите внимание. Не трудно же взять микрофон. Если вы хотите что-то сказать, так возьмите микрофон. Не только для тех, кто здесь, но и для тех, кто там сидит и наблюдает. Такое предложение. Было бы еще лучше. И так неплохо. Но было бы еще лучше, если бы все говорили микрофон. У меня впечатление о первом выступлении. Я его не сначала посмотрел. И во втором, что группы стараются работать честно. Вот честно пытаются отработать, да и вчера это было по-честному, да, но честно это не значит еще эффективно и точно. У меня есть представление, что такое самоопределение на день, уточнение задачи на день у группы не произошло ни у первой, ни у второй. Хотя по поводу первой я могу ошибаться. Вот смотрите, тема. Анализ последствий сдерживания развития энергетики. Владимир Ильич обращал к нам слово анализ, говорил. А вот слово анализ вы не заметили в названии темы дня? Это что такое? Что такое анализ вообще? Чем занимаются люди, которые анализируют? Это что? Да? Зачем? Вы хотите продолжить мою мысль? Простите. Я предлагаю задумываться над этими вещами. И сегодня утром я говорил, сегодня еще, на мой взгляд, сегодня день прогнозов. То есть работать надо с прогнозами, с тем, что будет. Что будет когда? Ну вот, на мой взгляд, можно со мной и поспорить, и выстроить по-другому схему работы. Но чтобы вы понимали, что вы делаете. Если вы четко понимаете, что вы делаете, мне кажется, и другие вас легче поймут. Например, что будет, если ничего не делать? Вот для группы общества. Ведь очень хорошо. Первый день они говорят. Энергетика нам делает и то, и то, и хорошее, и плохое. И вообще обижает нас, и экологией, и тарифами, и чем хочет. А мы не можем ничего делать. Вчера, мне кажется, произошел прогресс. Говорят, да, вот на нас энергетика всяко воздействует. А мы, наверное, все-таки могли бы воздействовать, если бы захотели. Но мы, так вроде бы вчера позиция общества дрейфовала в эту сторону. Да, вот этот крестик, который я там рисовал внизу. А запрет, нам запрещают? Нет, нам не запрещают, мы сами просто пока не действуем. Сегодня третий день. И третий день формула, на мой взгляд, если бы работал в этой группе, я бы сказал так. Ребята, давайте посмотрим. Вот мы же все общества, да? Вот мы собрались там семь человек. Мы попробуем за общество подумать, что будет анализ последствий. Нездерживание энергетики. Хотя надо разобраться, что такое развитие энергетики. Мы разбирались. Что такое сдерживание развития энергетики. И тогда вот какие тренды будут, какие процессы будут течь, и чем они могут обернуться, чем они могут закончиться. Вот в моем понимании вот это в этом смысле прогнозирование. А когда они заканчиваются чем-то, вот это вот вроде бы надо проанализировать. Вот такая моя нехитрая конструкция того, как надо было построить тему дня, работу на день. Так вот, если мы говорим, что мы, общество, понимаем, что мы на процессы, происходящие в энергетике, развивается оно, не развивается, не влияем. И сегодня слово фиолетово звучало часто, наверное, в этом же смысле. Мы не влияем. Но мы хотели бы, чтобы у нас все было. Мы уже, правда, поправились. Не то, чтобы нам запрещают влиять на энергетику. Мы сами не влияем, мы сами не собрались, не захотели, не смогли. Наше общество пока еще инертное. И вот прекрасный пример Амина сейчас привела. А вообще-то бывает и по-другому. Люди, причем у них все вообще прилично, но их еще что-то там не устраивает. Что там их не устраивает? Там все в шоколаде как раз. Их все равно что-то не устраивает. А вот нам все равно. Ведь сегодня был главный доклад общества, мне кажется, такой. Нам все равно. Но это доклад вчерашнего дня. А я говорю, да, нам, общество, нам, российскому обществу, все равно, что происходит в энергетике. Но если нам будет все равно, то чем это для нас обернется? Вот такой вопрос. Мне кажется, вот главный вопрос. Если нам будет дальше все равно, то нам будет все равно или когда-нибудь нам будет не все равно? Иначе теряется смысл работы этой группы. И она нас ничем не обогатит. Мы же за нее, за группу общества, работу эту не сделаем. И мы так и останемся на своих обыденных представлениях. На самом деле, мне бы хотелось это понять. Но если бы потратил несколько часов на работе в группе, вот по этому вопросу. Я или кто-то еще. Наверняка результат бы был какой-то. Мы бы тогда услышали здесь. Эй, ребята, если мы ничего не будем делать, никак не влиять на энергетику, хотя можем, как вчера договорились, то вообще-то будут очень интересные вещи. Например, понятно, что мы электорат. И понятно, что у нас, в отличие от всех нормальных стран, тарифы низкие. Они, конечно, нам все равно не нравятся, но мы знаем, что они низкие, объективно. Перекрестное субсидирование есть. Они могут перестать быть низкими. При этом нам обещают социальную норму. Мы же уже знаем это, можем это прогнозировать. Для нас, если мы общество воспринимаем как население, как таких потребителей, то для нас обернется это к какими-то интересным приключениям. А почему бы не посмотреть на эту социальную норму? Мне кажется, что мы бы, подумав над этим, что нас ждет в этой социальной норме, хорошо это или плохо, что это даст, зачем это, может это на самом деле мягкий, постепенный путь для того, чтобы постепенно все-таки население платило само за свои деньги, за свои затраты. Может быть, это какой-то правильный ход, который нет на Западе, а у нас вот он правильный. Мы подумали, сделать лучше, чем всех в мире. У нас есть некая дотация для населения, неважно, у него трехэтажный коттедж или там избушка на курьих ножках, но мы вот сколько-то ему датируем, а остальное, извини, плати большие деньги. А может быть, это не так надо было делать? Может, общество сказало, что вы делаете? Давайте вы нас не разделите на тех, кому требуется компенсация, и даже наоборот. Давайте сделайте так, мы хотим, чтобы те, кто малоимущий, чтобы они получали дотацию или компенсацию. Платили, а потом получали компенсацию. А все остальные-то чего они должны получать социальную норму? Отменить ее к чертовой матери. Ну, хоть как-то возмутиться по этому поводу. По поводу будущего, которое ждет общество, именно в ситуации, когда оно никак не влияет на это. Если не будет влиять, то как бы это и получит. А зачем? Вот это, мне кажется, надо было бы подумать. Мне понравился игровой ход с мастер-классом. Правда, я предлагаю, вот с одной стороны, если вы оговариваетесь, вот я оговариваюсь часто. Оговаривайтесь и вместо киловатт-часов называйте киловатты. То просите помощь зала, группы. Если я оговорюсь, вы мне подскажите, я же некачественно донесу доклад, да? А если вы же все энергетики сидите и вам говорят, вот столько-то киловатт вместо киловатт-часа, а вы это все глотаете, то, как говорил Владимир Владимирович вчера, это похоже тоже на какую-то неряшливость нашу в словах. Человек-то может оговорился, конечно, и он не виноват. Но мы все вежливые люди, стерпели. Мне кажется, не надо быть здесь вежливыми. Надо сделать короткие замечания, уважительно к человеку. Давайте поправимся, да? Или когда, например, общедомовое потребление называется потерями. Почему это потери? Хотя, возможно, мне бы объяснили, я понял, но мне как-то резануло. Вот это потери. Хотя там могут быть и потери, конечно, но может быть и общедомовое потребление. Я плачу, я хочу, чтобы лампочка была, горела в подъезде. Это для меня не потери, я хочу платить. Сделайте мне светло. И в подъезде, и перед подъездом. Это не потери. Но я даже не к этому, это просто такие штрихи. Я прошу вас обращать на это внимание. Это вроде бы мелочи, но лучше не мелочиться в словах. Слова для нас очень важный инструмент. Вопрос в другом. Это же как будто бы какой-то игровой ход, а он для чего? Смысл этого хода я не успел понять. Он сделан в рамках темы «Анализ последствий сдерживания развития энергетики». Я помню вчерашний ваш тезис, что мы безграмотные. И вот теперь мы устроим ликбез. Я понимаю связь вот эта. Но эта связь сама по себе, она у вас сама по себе. А Грета, как она относится? Как она относится к нашему движению, поиску вообще-то важных вещей, поиску ответов на очень сложные, очень важные вопросы? Я боюсь, что мы, конечно, не найдем на все серьезные вопросы, ответов. Но если мы так будем искать, то мы вообще ничего не найдем. Сами себя, опять же, сами себя будем обманывать. Может быть, вы поняли игровой ход? В чем он? Вот я говорю, я не понял. Я приветствую такие ходы, когда мы понимаем, что мы с помощью игры можем, с помощью вот такого игрового хода можем что-то понять, показать, продемонстрировать. Это хорошо. Так получается потраченное время. Если вы скажете, например, вот зачем, я сразу понимаю, о да, не впустую. А так в ущерб. Обращайте на это внимание, объясняйте смысл своих действий, и тогда будет правильное восприятие, и вам будут рукоплескать. Вот, здорово сделали, молодцы, хороший игровой ход. Алексей Евгеньевич, можно реплика в защиту группы? Да, пожалуйста. По последнему сюжету отсутствие видимого смысла в мастер-классе. Либо я ошибаюсь, либо вы не услышали, либо и то, и другое. Но, с моей точки зрения, последняя фраза мастерицы из этого класса была такая. Вот теперь и смотрите, где вас ЖКХ кидают управляющей компанией, было сказано. То есть смысл мастер-класса такой. Ребята, вас кидают, механизм вот такой. Хотите разбираться? Разбирайтесь. Вот, спасибо, Владимир Ильич, спасибо. И еще, если можно, я завершу реплику. Я бы этот мастер-класс дополнил еще одним механизмом кидалово, если называть вещи своими именами, да? Здесь не вошло такая тонкость и хитрость. Во многих домах, на первых, иногда вторых этажах, есть офисы, магазины, там предприятия мелкого бизнеса типа... Не было этого в докладе. Не было этого. Это я хочу дополнить. А, это другое дело. Так я тоже хочу дополнить. И сказать, что если делать такой мастер-класс, то надо сказать, да, что мы можем, мы общество, если захотим, можем сами себе помогать, сами обществу. Грамотная часть общества в этой части неграмотная и может помогать. И дальше, в этой квитанции, по-моему, там не было указано, вот здесь крадут. Такого не было, по-моему. А если бы сказали, вот здесь крадут, мы бы тут все обалдели. Я и хочу дополнить вот этот пробел. С моей точки зрения фокус заключается в строчке «Общее домовое потребление». Что имеется в виду? Кроме лампочек в подъездах, еще там разных вещей, которые действительно общедомовое потребление. В это самое общее домовое потребление включаются те долги вот этих вот предприятий, которые расположены на первом и втором. Не обязательно, но бывает. И очень часто. И проконтролировать это мы не можем. Представляете, какой механизм, да? У нас магазин цветов, сапожная мастерская, магазин обуви и еще парочку-тройку предприятий. Платит из них кто-нибудь или нет? Или их долги перекладываются на жильцов дома? Я проконтролировать не могу. Теоретически это то место, где меня можно кидать. И я об этом не узнаю. В дополнение к мастер-классу. Вот это отличное дополнение. Спасибо, Владимир Ильич. Я-то и говорю, если бы вы в своем докладе сказали, вот мы готовы, мы общество, сознательная часть общества, наши инертные части общества, чтобы ее привести в движение, чтобы влиять на энергетику, сказать, вот смотрите, вот квитанция, вас обманывают здесь, здесь и здесь. Здесь вот как, когда заставляют вас перепрограммировать счетчик, а потом тем, кто не успел, прощают это. Вы потратили деньги. Ночной и дневной тариф, да? На перепрограммирование. Вот здесь вот, вот как обманывают. Здесь с помощью того, что в общедомовом потреблении не расписано, на что оно ушло. И оно, если посопоставить, а письма пишут в министерстве, вы говорите, смотрите, у меня вот квартирное потребление, вот общедомовое, а в подъезде одна лампочка. Как она могла так столько ножечь, больше, чем я в квартире ножок, да? И бывают и такие вещи. Тогда ваш мастер-класс, пусть он был бы на 5 минут длиннее, но он бы достиг своей цели, мне кажется. И ход бы был замечательный в этом смысле, когда вы говорите, вот каким образом, когда общество само себя не защищает, само себя, вот каким образом его облапошивают, например. И это говорит о том, что на самом деле общество наше зря пассивно. Есть чего ему терять, он же сегодня теряет, если оно само себя не защищает. И не надо ни от кого ждать, скажем, помощи, а надо самому разбираться. Было бы очень хороший ход, мне кажется, сделан, и для выхода на какие-то, может быть, правильные выводы нам сегодня здесь, которые там, в реальности сегодня, не существуют как действия, о которых, опять же, говорила Амина, например. Вот мы видим вот это, мы хотим, чтобы этого не было. И мы этого добьемся и добились. Это кто сделал? Это общество. В лице кого? В какой-то части общества, объединившиеся в группу, кому это не все равно. Кому-то бездомные собаки не все равно, кому-то энергетика не все равно. Если такое дело, если общество так активно будет реагировать, то у нас везде будет порядок, потому что везде, где нам не нравится, мы говорим, это наша страна, это наш дом, это наш город, мы вот этого не хотим, а вот это хотим. И мы нанимаем мэра, говорим, сделай нам велосипедные дорожки, мы тебя выбрали. Ты через год обещал сделать велосипедные дорожки, давай посмотрим, пункт седьмой твоей программы. Проверим, потому что мы тебя выбрали. И тогда мы что-то начнем получать. А так нам будет обещать, мы выбирать, обещать, выбирать. И так, да нас все обманывают. Извините за длинноту. Я думаю, что мы сейчас пойдем... А, есть важные реплики, да, пожалуйста, две. Группа государства, Афина, я рад. Вот еще тоже к мастер-классу относится. Мне вот фраза коллеге понравилась, кидают. В этой квитанции там была прямо эта фраза, кидают. А так она не заключается в общедомовом даже потреблении, как сколько я для себя представляю, да? Там есть конкретный столбец, где указано. Вот тут вас кидают. Я могу даже сказать. Способ расчета там было. На этой конкретной квитанции у вас был способ расчета. По среднему. Вот. По среднему там был пример. Вы привели... Способ расчета, цифры какие-то, да. Я сейчас не буду, правильно расчет или неправильно. Но люди, общество не понимает. Оно видит конкретную цифру, да? Сколько им надо заплатить. А эта цифра верна или нет, оно не хочет разбираться в этом. Именно вот по среднему, именно вот здесь и заключается кидание, так скажем. Да, понятно. Общество подает эти показания. Их рассчитывают. Но как рассчитывают, оно не смотрит. Да? Да, спасибо. И еще одна реплика была важная, да? Пожалуйста. Мельникова Татьяна, группа энергокомпании. А может быть у нас общество сегодня немножечко слукавило и сказала о том, что оно безграмотное. Может оно не безграмотное, а ленивое. Потому что когда возникают на практике именно такие сегодня расчеты, общество куда бежит? Общество бежит в госжилинспекцию и в прокуратуру и пишет жалобы на управляющие компании. И в том числе на ресурсоснабжающие организации. Отлично. Спасибо. Алексей Евгеньевич, не могу утерпеть. Можно коротенький анекдот как раз в сторону, где нас кидают? Он как раз вовремя, мне кажется. Да. Автолюбитель сдал машину в ремонт. Там сделали определенные операции. Первая, вторая, третья, четвертая. Он приходит, мы выставляют счет. Он проверяет первая операция столько-то, вторая операция столько-то, третья операция столько-то. Эх, прокачу столько-то, четвертая операция столько-то. Он говорит, а что такое я прокачу? А что, не прокатило? Нет, вычеркивает. Спасибо. К чему мое длинное говорение? Коллеги, давайте подумаем над своим докладом, над целью, способом его изложения своего доклада в группе. Тогда этот доклад, во-первых, по времени будет произнесен меньше, во-вторых, обсуждение он вызовет по существу, и мы получим результат и вы, и все мы. Я ко всем это адресую, давайте думать над своими докладами, как действиями, чтобы они эффективно нашли и время много не тратили. По поводу группы, вот проектной группы, она первая выступала, и будут еще выступления проектных групп. Мне кажется, что здесь, возможно, схема вот какая. Тут вспоминали схему, которую я рисовал, спасибо. Мне кажется, что это важно. Вот в энергетике ведь что-то происходит. Кто-то сказал, ну там происходит рост, мол, а не развитие. Может быть и так. А я вам не договорил вот чего. Мы написали эту схему сначала, год назад. И кто-то сказал, а вот с малой энергетикой что делать? А времени уже не хватало. И мы говорим, да мы не знаем, что с ней делать. Давайте честно напишем, что в этой программе не хватает главы развития малой энергетики Свердловской области. И утвердили таким образом, она должна быть разработана, сказали мы. Нам правительство утвердило эту программу. То есть мы говорим, ну все по-честному. Теперь-то мы разработаем. Проходит год, мы провели очень большую работу. Наша программа стала в два раза с лишним толще. Там много появилось там чего. Дошли до финиша, написано. Малая энергетика, такой главы нет, она должна быть написана. То есть если ничего не будем делать, то мы будем этот раздел и требования самим к себе его разработать, мы его будем переписывать каждый год. А малой энергетики от этого не появится. И программа развития во всяком случае. Вот иллюстрация того, что когда ничего не делаешь, тогда что получается? Ничего не получается. Мне кажется, что проектные группы могли бы работать продуктивно в таком залоге. Что будет, вот анализ последствий, если мой проект, наш проект не будет реализован? Если группа работала в таком залоге, в таком залоге и работали, да? То мне кажется, мы попали в точку. И тогда мы услышим тогда и остальные на эту тему рассказы. По поводу вот таких наездов вы посчитали. Можно говорить просто не посчитали, завтра посчитаем. Ну и все. Потому что, как мне помнится, там предполагалось, что проект будет экономически интересен. Только в этом смысле его стоит реализовать. И он сам себя будет финансировать. Он сам себе будет добывать деньги на следующие этапы и куски. И тогда где возьмете? У себя и возьмем. Мы и заработаем. Ответ был бы таким. Но если я не знаю ответа, я же могу взять тайм-аут. Ну а разбираться, надо брать их на себя тогда и отрабатывать, защищать проект же надо. Движемся дальше. Я так понимаю, более динамично и более по существу в рамках оговоренных наших задач. Группа проектирует субъекты развития. Просила выслушать себя в одной из первых. Здравствуйте. Меня зовут Константин Авчиников. Я представляю группу проектирования субъекта развития. Ну и можно следующий слайд сразу. Ну вообще хотелось бы начать с того, что мы прислушали к словам Константина Филипповича о том, что сдерживают развитие энергетики те, кто не занимается разработкой представления о развитии энергетики. И попробовали составить свое представление о развитии. И вот что у нас получается. Развитие энергетики – это карманная энергетика. Сейчас я покажу, что это такое. Смотрите. У нас есть генерирующий элемент. У нас было мало времени, поэтому мы не смогли сделать совершенный элемент. Но вот пока мы можем крутить его, и у нас будет вырабатываться напряжение. Некое. У нас есть аккумуляторный элемент, который вместе с этим генерирующим элементом, работая в связке, мы можем как запустить в этом элементе энергию, так и вырабатывать ее при необходимости. Генератором может выступать не только механический, но также, например, энергия может генерироваться в результате и химической реакции, к примеру. И каким-то другим способом. Мы в это тоже пока еще не выдавались в подробности. В идеале, конечно, емкость аккумулятора больше, мощность источника выше и при уменьшении габаритов. То есть к чему это ведет? Мы полностью меняем саму картину энергетики. То есть сейчас у нас есть сетевая энергетика, а здесь у нас будет карманная энергетика, которая изменит мир. То есть теперь мы не будем привязаны к энергосистеме, к тем точкам, куда у нас протянулись линии электропередач. Теперь вот эта энергия, она всегда будет у нас с собой в кармане в любой точке мира. Соответственно, субъектами развития при такой постановке вопроса будут являться те, кто занимается карманной энергетикой. И, соответственно, сдерживать развитие энергетики будут те, кто не занимается карманной энергетикой. Ну и если кратко коснуться темы дня, то последствиями такого, то последствиями сдерживания развития энергетики является нынешняя энергетика, сетевая энергетика со всеми теми недостатками, ну и преимуществами, которые у нее есть. Вот если кратко, то так. Хотелось бы сказать еще конкретно про развитие. Для нас развитие это качественно, во-первых, это качественная смена технологий в каком-то процессе или появление абсолютно новой технологии. И это глобальность внедрения этой технологии. Ну вот примером развития, например, может быть появление интернета, то есть появилась абсолютно новая технология, которая существенно повлияла на весь мир, изменила во многом социальный уклад. Или же это появление сетевой энергетики, это тоже было развитие, когда мы перешли от каких-то отдельных точек, не связанных, мы перешли к большой сети, сложной, но обеспечивающей более высокую надежность по доставке энергии. Ну вот если кратко, то так выглядят наши сегодняшние тезисы. Вопросы? Конечно. Жаренков Александр, группа энергокомпании. Хочу сказать, что мы, как, наверное, один из основных субъектов развития энергетики, очень заинтересованы в том, что вы проектируете. И скажите, пожалуйста, вот если верить вашим слайдам, то вы отождествили развитие с единственной концепцией – карманной энергетики. Хорошо. Тогда я хотел бы спросить вас, исследовали вы или нет, что будет являться привычным источником такой энергетики? Если химические реакции, то существуют ли они? Спасибо. Отличный вопрос. Во-первых, вот готовая нашу презентацию, мы рассматривали модельный подход. То есть мы не заявляем, что карманная энергетика – это вообще вот супер единственный вариант, и других нет. Возможно, есть какие-то другие варианты. То есть мы просто привели модель во многом упрощенную. Мы многое не рассматриваем, чтобы… Ну, во-первых, потому что у нас просто нет сил и времени, чтобы это рассмотреть. Если мы будем вдаваться в тонкости, то у нас не получится все рассмотреть. Но отвечая на первую часть, да, не только карманная энергетика, но, возможно, какие-то другие, но какие-то другие проекты, которые отвечают требованиям развития. То есть это глобальный проект, который меняет социальный уклад и привносит новую технологию. Будут являться также вариантами развития энергетики. По поводу конкретно карманной энергетики, можно, например, смотреть водородные элементы. Еще что-то. Честно говоря, опять же, мы не закапывались в эту тему. Понятно, спасибо. Валюлин Камиль, группа Сотова Энергетика. Вот такой вопрос. Вы изложили концепцию карманной энергетики. А чем она отличается от существующей распределенной или локальной энергетики? То есть другое название или какое-то есть принципиальное отличие? Естественно. Карманная энергетика, как следует из ее названия, является носимой энергетикой. Источник энергии всегда находится у человека где-то за пазухой, условно говоря. Помощь этого нужна? Пока нет. От группы. Пока нет. Свяжен Антон, Сотова Энергетика. Подскажите, пожалуйста, карманная энергетика не является синонимом карманной электроники? Носимая. Частично, да. Возможно, когда мы формулировали название, возможно, да. Вот носимая электроника, то, что сейчас понимается под этим, явилась какой-то небольшой предпосылкой при формировании, но не синонимом. Тогда поясните, как карманная энергетика повлияет на развитие крупного среднего производства? Объясняю. Мы можем создать карманный элемент достаточной мощности, чтобы, например, заряжать наш ноутбук. Если у нас есть завод, ему нужен элемент, например, размером не 3 на 3 сантиметра и толщиной 2 сантиметра, и мощностью, достаточно для зарядки мобильника или ноутбука. Им нужен элемент размером 3 на 3 метра и высотой там 5 метров, который будет способен питать, к примеру, их конвейер и освещать цех. То есть правильно понимаю, карманная это в том смысле, что собственная? Да, она будет, например, если мы рассмотрим завод, это будет карман завода. Она будет стоять вот тут же на заводе. Спасибо. Исмагилов Андрей, группа «Ямал-Урал». А тогда, если вы говорите, что завод будет питать большой элемент, соответственно, его в карман не положишь. А чем же тогда она отличается от распределенной? Что вам мешает поставить ПГУ? Хорошо. Дело в том, что у игротехника есть рефлексивный садокват, и я как бы хотел его чуть позже. Но сейчас я понимаю, что у нас докладчик немножко растерялся, и те вопросы, которые мы обсуждали, он как-то смазывает. Первый вопрос. Чем принципиально отличается идея карманной энергетики от всего существующего? По идее, это симбиоз аккумулятора и источника. В этом смысле к электронике он не сходится. Вот модель физическая, которую демонстрировал коллега, она призвана была объяснить это принципиальное отличие. В одном флаконе, в одной тверзотельной оболочке аккумуляторная секция накопительная и микроисточник. Вот принципиальное инженерное отличие от всего остального. Но суть даже не в этом. Трудно понять смысл этого предложения, почему оно исходит от нашей группы, если не дать контекста, в котором вот этот тезис о карманной энергетике как проект развития появился. Если коллега готов это сделать, я как бы уступаю в свое место. Если нет, тогда контекст объясню я. Под контекстом понимается схема с параллельным развитием? Вообще мы пытались определить, что такое развитие. И кстати вот на этом шаге у нас... Теплее. У нас родилось не бинарное представление о развитии, а трехступенчатое. То есть у нас есть просто рост, как расширение масштабирования. У нас есть совершенствование. Совершенствованием мы назвали, мы не говорим, что вот это истина для вас. Мы назвали совершенствованием какое-то улучшение, но не переход на качественно новый уровень. То есть совершенствованием, например, в сотовой сети является переход от сетей второго поколения к третьему. В энергетике, например, является появление атомных станций. Или, к примеру, в ветроэнергетике. Это совершенствование. А переход на принципиально другую концепцию, отказ от всех линий электропередач и переход к описанным ранее элементам, это будет уже развитием. Примерно так. А можно небольшое замечание? Конечно можно. Вы считаете, что вот это принципиально новый проект, что он нигде еще не применяется? То есть источник и аккумулирующий элемент. Ну, в общем, я только что пытался это объяснить. Мы не говорим сейчас про технологию генерации. Хорошо, в чем принципиальное отличие? Отсутствие сетей. Полное отсутствие сетей. То есть у нас есть только локальная сеть, которая разводит по предприятию. То есть до лампочки у нас идет, до станка у нас идет, до конвейера у нас идет. Но на предприятие у нас ничего не заходит. У нас стоит вот этот вот элемент на предприятии. Теперь понятно? Нет, не понимаю вас абсолютно. Вы сказали, что будете снабжать не электросеть предприятия, а производство карманным элементом или нет? Или я не понимаю? Да. Но при этом этот карманный элемент, естественно, для масштаба предприятия несколько увеличится в размерах. Логично? Ну, это метафора. Не надо представлять себе карманный элемент, что это всегда... Я имею в виду, будет... Послушайте меня, будет не сеть, а будет генератор стоять какой-то маленький. В этом отличие. Ну, по сути, да. Но он будет еще с аккумуляторным элементом. Ну, я понял. То есть это будет плюс? Безусловный плюс. А если рассматривать резервирование? А что рассматривать? А вот аккумулятор как раз и является резервированием. То есть у нас вышел в строя генераторный элемент. Наличие аккумулятора, во-первых... Не, легко отмахнуться. Либо я не до конца понял ваш вопрос, либо вы его корриво сформулировали. Я опять вынужден повести себя некорректно, но сделать эффективный доклад, потому что большая часть вопросов тогда просто снимется. Вы же относитесь к нам как к проектной группе, да? И требуете от нас технических тонкостей. А мы к этому пришли совершенно другим путем. Я хочу рассказать. И тогда, возможно, восприятие нашего проекта, оно немножко изменится. То есть коллега сделал акцент на краткости, метафоричности и как бы завлекательности. То, что мы делали и каким путем мы к этому пришли гораздо глубже. И поэтому я вынужден описать контекст. Почему я говорю это рефлексивное дополнение? Мы отслеживаем, как мы пришли к этой идее и прослеживаем последствия этой идеи. И прогнозируем, что если нас правильно поймут, то может измениться и содержание работы нескольких других групп, и даже ход игры. Вот такое, конечно, у нас есть. Если вы мне даете 10 минут на изложение контекста, я это делаю. Давайте попробуем, а то как-то неуютно после этого доклада. От чего мы отталкивались? Мы проектная группа. Вчера у нас были сомнения. Сегодня мы определились. Мы проектировщики, но не технических проектов. Мы проектировщики чего-то совершенно непонятного и чудовищного. Субъекта развития. Это то, чего не существует. И в этом смысле мы пытаемся понять, есть ли у нас заказчик на такой проект. Вчера эксперты нам очень четко сказали, в той действительности, которая осталась в Екатеринбурге, вы там на технические проекты, связанные с развитиями энергетики, тоже не найдете заказчика. Следствие, уж на наш чудовищный проект, проектирование субъекта развития, мы его точно не найдем. Итого, мы оказываемся в позиции. Мы не хотим терять свое самоопределение, как проектировщиков странного объекта, объект-субъект развития. Но заказа мы на это не находим. Более того, мы не понимаем, что для нас может означать проект развития, а тем более проектирование субъекта развития. Мы попытались честно разобраться, что такое развитие, что такое субъект развития. И поняли, у нас не хватает понятийного аппарата. Мы зашли в полный тупик. Если мы пойдем по шагам, как нужно строить понятие, мы не доберемся до конца игры, даже до середины. Мы стали понимать, каким образом можно строить, если не понятие, то хотя бы представление. Мы насчитали пять разных способов. Как можно строить представление о неизвестном тебе объекте. Одно из этих представлений модельное. Когда не надо долго объяснять, а показать физический аналог, модельку процесса или логический аналог. И сказать, вот этот объект, он примерно такой, только отличается тем-то, тем-то, тем-то и тем-то. Мы задумались, можем ли мы создать некую модель, которая очевидно обладала бы признаками проекта развития. Хотя мы не знаем, что такое проект развития, чем он отличается от проекта функционирования. Но интуиция подсказывает, что если мы находим удачную модель, мы все соглашаемся с тем, что это проект развития. И у нас есть некий критерий. Мы стали думать, какую модельку можно впустить. В качестве вот этого футбольного мяча, если мы проектируем игру, нам нужно сначала сделать модельку, чем мы будем играть. Вот мы запустили. Логика была примерно такая. Развитие в энергетике – это возникновение чего-то качественно нового. У нас есть электросетевая энергетика, с одной стороны. С другой стороны, есть аккумуляторная, мы ее условно называем энергетика. Батарейки там тра-ля-ля, тра-ля-ля. У каждого из них есть свои пределы роста ограничения и есть свои недоделанные перспективы. Если мы конструируем модель такой энергетики, которая снимает ограничения каждого из существующих типов энергетики, скажем, если это сетевая энергетика, ограничения понятны. Большая стоимость строительства транспорта, то есть проводов, большие потери, большая дополнительная работа по регулированию перетоков, большая работа монтеров по ремонту сетей и так далее. То есть если мы вот эти все недостатки, связанные с транспортом, ликвидируем, то, соответственно, мы ликвидируем и сетевую энергетику как особую отрасль, да ведь? И тут надо задуматься энергокомпаниям, государству, потому что ликвидация сетевой энергетики, оно приведет вообще к гигантским последствиям. Но, тем не менее, мы как бы получаем большой толчок, если мы ликвидируем вот эти недостатки. Дальше, у аккумуляторной энергетики есть свои ограничения? Да, конечно, есть, да? Во-первых, для того, чтобы аккумулятор подзарядить, его нужно куда-то транспортировать, подключить к источнику, выждать время и так далее. Отсюда родилась идея. Сделать модельку новой энергетики такой, где соединилось бы достоинство и того, и другого типа, и были ликвидированы их недостатки. Вот откуда эта примитивная конструкция. Вот источник, а вот аккумулятор как накопитель. Они как-то блокируются, каким-то образом прорабатывается механизм генерации, и дальше наступает тяжеленная эпоха социального проекта. Очевидно, что это проект развития или нет? Надо доказывать. Не надо. Для нас было очевидно. Мы попали в ситуацию, да? У нас есть некий проект. Мы выступили как проектировщики. Безумный, достаточно безумный проект. Дальше. Если у нас не будет на этот проект заказчика, у нас есть два пути. Первый путь – это искать заказчика или находить технологию его отбора, выращивания, мотивирования и так далее. То есть мы остаемся в роли проектировщиков, но при этом начинаем выполнять функции маркетолога. Мы начинаем искать заказчика. Это первая для нас возможная позиция. Вторая возможная позиция, на которой настаивал один из членов нашей группы – это самим стать заказчиком на этот проект. Дальше мы поняли, что если мы именно так построим наш доклад, мы можем повернуть работу игры следующим образом. Вроде бы, если группа «Форум» соглашается, что действительно при всей безумности по классу это проект развития, то есть группа, которая теоретически может помочь в этом проекте проработать часть, связанную с генерацией. Там биоэнергетика, еще чего-то, еще чего-то. Сетевики и государство, по идее, должны стать жесткими оппонентами этого проекта, потому что мы вносим в их жизнь такие кардинальные перемены, что вообще-то им по-хорошему надо этот проект удавить на корню. Если они глупые, они так постараются сделать. Если они умные, они должны понимать, что, если ты хочешь что-то надежно, какое-то движение надежно закрыть, возглавь его, возьми его под свое крыло и управляй в нужном тебе направлении. В этом смысле предложение такого проекта с нашей стороны, оно, а, реализует позицию группы как проектировщиков странных объектов, до конца непонятных самим. Дальше, оно дает простор для группы бизнеса определить свою позицию. Скажем, группе бизнеса можно сказать, ребята, так вы просто не понимаете сложности проекта. Для того, чтобы вы вот это запустили, нужно сделать такие-таки-таки шаги, нужны такие-таки-таки средства, нужны такие-таки условия, такие-таки договоренности. Вы готовы к этому? У группы бизнеса нормальная работа. То есть у ряда проектных групп есть возможность либо участвовать в этом проекте, либо встать в оппозицию к нему. У государства понятно, да, потому что, если, не дай бог, этот проект пойдет в гигантских масштабах, смерть сетевой энергетики не за горами, со всеми вытекающими социальными последствиями. Что еще я забыл? Какие группы еще могут самоопределиться? Ага. Ну, общество, да? Общество должно примкнуть к какой-то из сторон за проект или против проекта. Или же остаться в стороне от всего. Да, или же подтвердить свою позицию. Да, в гробовом месте. Нам ведь все равно. Будете вы там зеленая энергетика, фиолетовая там. Ну, фиолетовая. Какая у вас будет? Нам нужно от вас вот это вот. Если ваш проект обеспечит нам вот эти условия, а еще лучше, если при этом наши тарифы упадут подешевле, мы с вами. А если нет, тогда мы с государством, которое вас будет удавливать. То есть получается, что вот это вот вбрасывание вот этого проекта, оно с одной стороны, как бы человек определяет наши позиции, альтернативные пути движения нашей собственной группы определяет, либо как заказчика, либо как маркетолога в поиске заказчика. И заставляет по отношению к этому проекту как-то определиться остальные группы. Вот, как бы, контекст, в котором появилась идея Кармонелла. Спасибо. Спасибо. Можно отношение к докладу? Не вопрос, а отношение? На понимание вопроса. На понимание? Да. Что-то непонятно в докладе или в комментарии? В комментарии Владимира Ильича. Елена Меньшикова. Правильно ли я поняла, что под субъектом развития энергетики ваша группа понимает проект? Нет. Мы честно пытались пройти следующий путь. Вот нормальный, нормативный путь, да, когда ты имеешь дело с непонятным тебе объектом. Взять и сделать либо терминологический, либо понятийный анализ. То есть разложить на понятийные цепочки. У нас конструкция проектирования субъекта развития энергетики. Логично начать с того, как понимать энергетику, как понимать развитие, как понимать субъекта развития и как понимать проектирование субъекта развития. Я ответил на вопрос? Мы с этой задачей, когда осознали ее масштаб, поняли, что мы не справимся. И мы не стали бегать вокруг этой ограды и искать дырку. Мы просто перепрыгнули через забор и создали проект без определения понятия. Он отвечает интуитивным критериям процесса развития. Ну, тем критериям, которые были в группе. Спасибо. Не совсем, но я думаю, после мы переговорим. Есть отношения? Можно я много времени вас не займу? Отношения к докладу. Без вопросов уже. Вот я даже вчера себе записала. Группа поиск субъекта развития, ну, проектирование. Будет заниматься поиском субъекта развития. Оно может лежать либо в государстве, либо в обществе, либо в бизнесе. Но мы будем смотреть со стороны и смотреть, кто это. Вот. Также будем искать, где заказ, но боимся, либо это персона, но боимся уйти в какие-то частности. Сегодня у нас в группе была рефлексия. Алексей Евгеньевич отметил, что это лучший доклад. Саша Лемех отметил, что это лучший доклад. Мы решили обсудить лучший доклад. И, как бы я сказал, ну, смотрите, ребята, вот в своей группе. У нас есть клевый проект, а группа проектирования субъекта развития поможет нам найти тот, кто поможет нам реализовать этот проект. Давайте слушать ее внимательнее и искать. Она нам скажет, кто субъект развития. А сегодня группа проектирования субъекта развития выходит и говорит, что субъект развития в кармане. Я не знаю теперь, как реагировать на ваш доклад. И есть предположение, что, ну, вот, по крайней мере, отношение непоследовательности какой-то. Аня, такое ощущение, что вы как бы либо случайно, либо сознательно передергиваете. Не субъект развития в кармане. Это проект карманной энергетики. Про субъекта развития мы как раз говорим. Мы не понимаем, мы не можем до него дотянуться своим умом. У нас его нет в кармане. Вместо того, чтобы в понятийном порядке анализировать, что же такое субъект развития. Мы говорим, все, мы больше не выполняем несвойственные нам методологические функции. Вчера к нам пришла группа и говорит, расскажите нам, что такое общество. Нам же стыдно признаться, что мы не можем помочь. Мы слышали это вчера уже. Вы теперь говорите, а мы ждали, что вы по отношению к нашей группе такую же функцию выполните. Это ваши ожидания. И то, что мы их обманули, извините. Ну, хорошо, тогда есть пожелание, чтобы были доклады как-то яснее, потому что доклад, ИСО-доклад «Игротехника бесконечный» очень тяжело слушать. Да, спасибо за критическое замечание. Извините, пожалуйста, я просто хотел бы обратить внимание на то, что на одном из слайдов прямо написано, кто является субъектами развития. На котором? Те, кто занимается карманной энергетикой. Те, кто занимается… Да, да, да. Вот это вот оно само собой не занимается. Вы не поняли. То есть вот это вот само собой не занимается. У меня вопрос к докладчику. Напомните позицию вашу по теме вчерашнего дня. Позицию группы по теме вчерашнего дня. Ну, что-то памятник черта не могу вспомнить. Вчера мы пытались занять экспертную позицию. Ну, в чем она состояла? В том, что мы смотрим на потребности общества, пытаемся вынести себя за пределы общества, государства и так далее. Смотрим на потребности и воспитываем, проектируем. Позиция по теме дня какая? Она была? Ну, во-первых, мы ее четко не сформулировали. Во, у меня ничего не записано. Я записал, что происходит в энергетике с точки зрения группы проектирования субъекта развития. И дальше ничего не записано. То есть я не уловил, что вчера у вас было что-то по теме дня. Ну, речь и шла, что мы не успели тогда работать. То есть мы... То есть не было вчера позиции по теме дня, да? Окончательно сформированы не было. Спасибо. У меня такое ощущение, что у группы сегодня нет позиции по теме сегодняшнего дня. По теме сегодняшнего, да. Нету. Нету. У нас нет четко сформированной. Нету позиции. Финальной позиции, да. Да, сейчас понесем. Послушайте. Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую, не по прошлому, ностальгию. Ностальгию по-настоящему. Будто сделал я что-то чуждое, или даже не я, другие. Упуду на поляну, чувствую по живой земле ностальгию. Когда слышу тирады подлинники, оступившегося товарища, Я ищу неподобие подлинника, по нему грущу настоящему. Андрей Вознесенский. Мне кажется, что для того, чтобы выполнять работу в наших, в рамках вот нашей работы, надо чем-то задаваться. Во-первых, соответствовать теме дня и задаваться какими-то представлениями. Какими-то? Они могут оказаться неверными. Мне укажут товарищи, и мои представления будут более точными, более верными. Вот такой путь. Как вы к нему относитесь? Я что-то полагаю, предполагаю, мне кажется, земля стоит на трех китах. Вот у меня вроде все сходится. Поступила критика, я понял на двух. Все нормально. Поправился, спасибо. Такой путь. Что-то полагаете, что-то предлагаете, не уходя. Вот я предлагаю, что такое развитие. Это переход системы деятельности под названием, скажем, энергетика. Другое состояние, скажем, новая энергетика. Вот переход. Какой-то такой переход. Для начала. И дальше к этому можно относиться, можно меня поправлять, и картинка начнет развиваться. А только другое дело, что вот что такое за переход, что это за вот такое. Вот как он переходит. Вот как, я не знаю, скажем, лежал там, на столе лежала, там на подоконнике яблоко, лежала, лежала и стала загнивать, и сгнила. Перешло в другое состояние. Естественным путем каким-то. Энергетика, как система деятельности, может таким же образом перейти в новое состояние, да еще и желаемое. Вроде бы нет. Вроде бы нужен другой ход, другой процесс. Не вот такой вот, а какой-то искусственный. Какой-то, ну, по картине какой-то другой. Ее надо, вот сделанную деятельность, надо переделать и какой-то деятельностью сделать из нее новую деятельность. Из энергетики. Это я совершенствую представление и говорю, вот вроде бы про развитие есть, это не суда, а суда. Но теперь, если это происходит часто само собой, я никаких сил не вкладывал в яблоко, больше того, я про него вообще забыл. И оно само, тем не менее, достигло вот какого-то нового состояния. А здесь так не пройдет, само не пройдет, как мне представляется. Поэтому, если есть развитие и есть слова субъект развития, субъект развития, то мне кажется, что это субъект, это тот, без которого развития не бывает. Опять же, полагание такое кладу, и можно меня поправить. Я просто исходное представление кладу и говорю, вот это происходит само собой, а вот это не само собой. Если мы говорим про это, то надо говорить, наверное, про то, что такие вот искусственные процессы, они кем-то... Я пока не знаю, что такое субъект развития, но я уже что-то знаю. Я говорю, субъект развития, это тот, кто делает развитие, кто делает возможным развитие. Ну, пока вот почти ничего не сказал, но вроде бы уже что-то сказал. Вроде бы уже с этим можно работать, мне так кажется. И дальше. Дальше это, на самом деле, это знаменитая, известная в методологии схема, которая может быть несовершенна, с которой, может быть, дальше нужно работать, понимать ее дальше, глубже. Которая предполагает вот такие вещи. Вот это прошлое, а это будущее. И вот из прошлого в будущее попасть можно только через одно пространство, другое. Из пространства прошлого, из пространства будущего. Из пространства, которое вот яблоку не требуется, а человеку требуется. Это пространство настоящего. Вот если мы наблюдаем естественные процессы и переживаем их, там настоящего не требуется. Нет необходимости в нем. А здесь необходимо, необходимо настоящее, настоящее время, в котором происходит как раз промысливание, придумывание, каким образом из этого состояния систему деятельности перейти в новое состояние. И мне кажется, сегодня мы должны были смотреть и вчера на сегодняшний день и говорить, что происходит в энергетике сегодня. Сегодня в энергетике есть карманная энергетика. Это хороший тезис для будущих дней нашей игры. Карманная энергетика – это прорыв. Это энергетика, которая всегда с собой. Мы вчера, когда с Константином Филипповичем наседали на группу сотовой энергетики, мы, на мой взгляд, одинаково думая, предлагали им придумать эту энергетику, которой нет ни у кого. Вот вы ее как раз придумали, мне кажется, для группы сотовой энергетики. Какой-то принцип. Это шикарный принцип энергетики, которая всегда с собой. И после комментария Владимира Ильича, мне это, конечно, стало как-то яснее, почему они об этом заговорили без комментария. Мне совсем грустно стало. Я понимаю, что у группы была логика движения. В этом смысле, ну как бы претензии, накопившиеся во время доклада, у меня отчасти снились. Ну отчасти. А отчасти, ну, коллеги, тему дня все равно надо отрабатывать. Если мы ее сморгнем, то что будет? То мы не получим последовательности. Ну, хотя бы мое представление по теме дня, как группа должна отработать была тему дня. Если мы вчера говорили о том, что в энергетике, скажем, нет развития. Почему? С точки зрения группы проектирования субъектов развития, можно было вычислить субъектов развития. Я говорю, вы помните, я говорю, надо было, например, с лупой посмотреть следы субъектов развития на теле энергетики. Если мы их не обнаруживаем, то мы говорим, а нету субъекта развития, пока мы его не обнаружили. Мы его пока не обнаружили. А почему не обнаружили? Потому что он следов не оставляет. Следом субъекта развития, следом является развитие. Если мы не видим развитие, то мы не видим признаков. Пусть мы его не увидим самого воочию, но мы увидим следы его, его проекты воплощенные. А вот если мы его видим, мы говорим, вот пример, вот пример, там Германия, Дания, я не знаю, да у нас какие-то примеры. Вот мы берем и говорим, вот пример, вот было, вот стало, вот фамилия или вот фирма, название, вот кто, вот кто, благодаря кому это стало, появилось. Тогда мы, может, что-то поняли бы про субъект развития. Так вот, если эта тема, на мой взгляд, вчерашнего дня, ну грубо, если говорить вот так, развитие в нашей стране, в энергетике не происходит, потому что нет субъекта развития, то тогда сегодня можно было бы говорить вот о чем. А каковы последствия того, что нет субъекта развития? Каковы последствия сдерживания развития энергетики, то есть сдерживания появления вот этой фигуры? Тогда я трансформирую немножко еще этот вопрос. Ну, у меня есть такое предположение, пока рискованно, я тут отчасти импровизирую. Мне кажется, что если не появится субъект развития, то последствия таковы. Будущее не наступит никогда. Будет только лишь для счастья прошлое. Я не знаю, понятно ли я сейчас говорю, но вот такого рода, такого рода, пусть другого содержания доклад, мне кажется, нас бы продвигал, был бы от этой группы по теме дня. Коллеги, мой доклад, мое сообщение и критика в ваш адрес как-то понятно? Алексей Евгеньевич, вопрос, правильно ли я... Я группе задал вопрос. Вы меня из числа группы исключили? А, нет, пожалуйста. Пожалуйста. Просто человек встал раньше. А микрофон у меня тут же... А, понятно. Кто первый, у того и тапки. Правильно ли я понимаю, Алексей Евгеньевич, что возражения, даже обоснованные, сейчас неуместны хотя бы по времени. Их можно либо перенести в кулар, либо завтра на плену. Может быть, уместны? Если уместны, мы готовы. Возражения в том смысле, что я где-то здесь ошибаюсь. Скорее да, чем нет, с моей точки. Если я ошибаюсь, то, конечно, уместны, потому что это бы нас продвигало. Меня во всяком случае. Покажите мне на моей ошибке, говорю я все время. Можно прямо на вашей... Я стану умнее, конечно. Конечно. А, секундочку. Все-таки человек с микрофоном уже стоит. А первым встал. Уже есть микрофон. А, можно последний слайд? Можно последний слайд презентации? Во-первых, нам, чтобы каждый... Ну вот первое. Нам, чтобы каждый раз определяться с темой, разбираться с темой дня, нам надо не допускать пробелов на более ранних этапах, потому что... Или догонять. Вы же вчера не отработали, и сегодня снова не отработали. Вы сказали. Безусловно, или догонять. Но мы не можем изначально с утра спроектировать так, что мы за два часа догоним, а за оставшиеся там шесть часов мы что-то сделаем еще. Если у нас получается догон там за шесть часов, то как бы... А, секундочку. Ну вот я ведь за пять минут вроде бы сделал вашу работу. За вчерашний день и за сегодняшний. Или вы считаете, что это не работа вашей группы в вчерашнем по сегодняшнему дню? То, что я сказал. Она не совпадает с тем, что должна была делать ваша группа вчера и сегодня. Есть подозрение, что вы проиллюстрировали именно то, что мы уже сделали. Только вы думаете, что мы этого не сделали, а мы думаем, что именно это и сделали. Тогда да, у меня почему-то стойкая иллюзия, что вы этого не делали. У меня. Может быть, только у меня одного, и тогда это лично мои проблемы. Но когда группа сама говорит, что мы не делали ничего ни вчера, ни сегодня по темам дня, мы делали другое, то это усиливает мои подозрения, что я прав. Мы не говорим, что мы ничего не делали. А вы, конечно, много чего наделали. Тут и времени много мы потратили на выслушивание вашего доклада. Но не по теме дня. Я говорю, мне симпатично то, что вы представили, но к сегодняшнему дню это не имеет отношения. К сегодняшнему дню мы подготовили последний слайд. Так с него и надо было начинать, и им закончить. Мне так кажется. Потому что тема дня страдает от этого. От вашей недоработки. А у вас, оказывается, все сделано, только вы это спрятали. Впоследствии сдерживания энергетики, развития энергетики, нынешней энергетики с всеми присущими ей недостатками. Вот мне кажется, надо вот это было и проанализировать. Мне кажется. И это было бы по теме дня. На самом деле, вскользь брошен этот слайд, он как бы не оставил в моей голове и душе следа. А ведь это на самом деле надо разобраться. Ну и что? Понимаете, наша точка зрения в том, что мы не можем бросить этот слайд без опоры под ним. И вот предыдущие слайды, они подготавливают опору под ним, чтобы он не висел в воздухе, а был... Ну, ваша карманная энергетика, она не имеет никакого отношения к сегодняшнему и ни ко вчерашнему. Так ведь? Она к завтрашнему может иметь отношение. Говорит, это прорыв для группы сотового энергетика. Бесплатный подарок. В этом отношении спасибо вам. Но... И не только для нее одно. И я тоже с этим согласен. Когда я уже понял после комментария, что группа делала, но я в том числе и понял, что она не работала по теме сегодняшнего дня из своей позиции группы. И даже не... Да, да, да. Вот я и хотел спросить. Согласны вы со мной или нет? Либо давайте начнем работать. А Аня-то для меня сказала ведь, да? Аня, можно я еще последнюю секундочку, очень коротко. Была такая фраза. Мы сегодня 4 часа занимались как проектировщики странных объектов. У нас на игре 4 группы проектировщиков странных объектов. Приходите, берите, время не тратьте. У нас уже 5. Аня оговорилась. Идем дальше. Группа государства. Добрый вечер. Иванова Ирина, группа государства. Тема нашего доклада «Самоустранение государства от проблем развития страны и его последствия». Энергетики, наверное. От проблем развития энергетики? Нет, по теме дня-то энергетики. Это послезавтра будет страны. Да, энергетики, конечно. Давайте сузим. То есть то, что про энергетики относится мы сегодня, а то накопили, вы послезавтра этим выстрелите. Хорошо? Хорошо. Перед тем, как начать анализировать, мы хотим повторить позицию нашей группы и также мы определили цель нашей группы. В настоящий момент ситуация такова, что самоустранение, а именно минимизация роли, влияния государства и снятие с себя ответственности за развитие страны влечет за собой сдерживание развития как экономики, так и энергетики, промышленности, образования, здравоохранения, науки и так далее. Поэтому мы считаем целью нашей группы определить степень влияния государства, его роль в развитии страны, в том числе в энергетике, а также определить направление деятельности по восстановлению утраченных позиций государства в данной отрасли. Дальше, пожалуйста. Определить степень существующую или должную? Должную. Ну, невозможно определить должную, не определив существующую. Поэтому мы как... А и то, и то, получается. Да, мы работали как на существующую, рассматривали все. Далее мы в процессе нашего анализа разобрали, как же формируется государственная политика в сфере тарифообразования. Когда государством формируется политика тарифообразования, на него, так скажем, на решение, так скажем, влияют две крупные группы влияния. Это инфраструктурные компании и промышленность. Инфраструктурные компании заинтересованы в том, чтобы тарифы были выше, промышленность, соответственно, чтобы они были ниже. Инфраструктурные компании обосновывают необходимость высоких тарифов тем, что им необходима хроническая... Тем, что существует недоинвестированность в прошлых годах и существует необходимость финансирования инвестиционных существующих программ. Промышленность, в свою очередь, обосновывает необходимость понижения тарифов необходимостью повышения конкурентной способности на внутренних и мировых рынках продукции производимой. Но, однако, за этими требованиями, за этими желаниями компании скрывают, маскируют отсутствие собственного желания повышать эффективность и заниматься развитием своих отраслей. В настоящий момент, как мы знаем, государство заморозило, сдерживая, точнее, тарифы, но мы понимаем, что это временная мера. Поэтому мы разобрали следующую ситуацию, если, например, цены тарифов возрастут. Для этого мы, в пример, привели поддерживание политики равной доходности цены на газ, которая лоббируется Газпромом. То есть выравнивание внутренних цен на газ с европейскими. Для понимания укажем, что европейская цена на газ это 410 долларов, а на российском рынке 119. И далее рассмотрели, как же это будет влиять на население и на промышленность. Смотрим на население. Поскольку 60% генерации тепловой энергии и электрической энергии у нас газовая, то, соответственно, мы получим увеличение стоимости на электрическую, тепловую энергию для коммунального бытового потребления. Вследствие этого, конечно, уменьшение дохода домохозяйств будет в дальнейшем падение уровня жизни. Можно переключиться быстро на следующий слайд. И в итоге рост протестных настроений и социальная напряженность. Можно вернуться. Рассматриваем промышленность. Соответственно, также увеличение себестоимости продукции. Как следствие, уменьшение конкурентоспособности этой продукции. Мы теряем в экономическом соревновании свои позиции на мировом рынке. Можно дальше? Следующий слайд. Предприятия начинают сокращать затраты на оплату труда. Закрывается производство в России. И Россия лишается собственной индустриальной мощи. Следовательно, страна превращается в страну сырьевую, страну третьего мира. Лишается своего технологического суверенитета. И отстает от научного и промышленного прогресса. Возможно, навсегда. Таким образом, власть, точнее, элита, верхушка, которая не способна обеспечить нормальное развитие своей страны, очень рискует потерять свою политическую власть. Таков наш анализ. Спасибо за внимание. Я бы попросил отношения к этому докладу от группы «Бизнес». Под словом «промышленность» вполне, наверное, можно понимать вас, да? Да. Как вы могли бы согласиться или не согласиться с рядом тех последствий, которые нарисовала группа «Государство»? Можно вернуться, пожалуйста. Рост тарифов. Промышленность, да? Увеличение себестоимости продукции, уменьшение конкурентоспособности. Он выходил. В принципе, логично. Логично, да? Это ваш доклад, как бы, да, сегодняшний? Это не наш доклад. Это часть схемы, это как бы ваш доклад вроде бы, да? Ваша позиция. Нет, это не наша позиция, это позиция государства. Насчет позиции государства надо еще разбираться, а я к тому, что с позиции бизнеса вот эта схема справедлива, если такие условия, то, естественно, да. Ну, такие мы наблюдаем-то сегодня. Такие? Такие тенденции рост тарифов? И в этом отношении, вы говорите, такое, это обернется такими последствиями, да? Ну, смотрите, можно же как-то по-другому выходить из ситуации, допустим? Не-не-не, это другой вопрос. Спасибо. Теперь группе общества. Вот слово «население» наверняка вам близко. Вы можете согласиться или не согласиться с тем рядом последствий, которые нарисованы вот по поводу группой государства, по поводу вас? Согласиться или не согласиться? Вы согласны или не согласны? Рост тарифов, уменьшение дохода, падение уровня жизни и что там еще дальше? Социальная напряженность. Общество Фиолетово. А, общество Фиолетово. Это точно. Так, интересно. Интересная позиция общества. Это... Хорошо. Обсуждаем? Да. Можно следующий слайд еще? Да-да-да, там самый... Там, где хорошие деньги. Понятно. Где шутки хорошие. Что ж? Я думаю, что общество может согласиться. Может согласиться, да? То есть вы, в принципе, могли бы включить в свой сегодняшний доклад вот эту часть слайда, да? Да, в принципе, да. Спасибо, спасибо, спасибо. Обсуждаем? А можно слайд назад, пожалуйста? Ну вот смотрите, да, уменьшение себестоимости, да? Зачем это делать, если можно увеличить конечную цену? Не, но это понятно, что мы... Мы, группа бизнеса, согласна, что эти последствия в принципе будут для бизнеса, и мы, скажем так, немножко рады, что наконец-то государство обернулось к бизнесу. Да, и если бизнес и государство будут взаимодействовать вместе, то тогда у нас конкретная способность будет увеличиваться, и мы не будем терять позиции на мировом рынке, скажем так. Поэтому, в принципе, то, что этот слайд вынесен сюда, мы рады. Спасибо. То есть это ваша позиция, вы с ней согласны, вы ее будете отставить, как вашу боль, тревогу. Стало еще бизнесу пойти на нас. Очень неприятных перспектив, да? Для всех нас, потому что, говорите, бизнес умрет. Мы говорим о последствиях. Если мы не будем развивать энергетику, то последствия будут печальные и для бизнеса в том числе. Вот такие, да? И такие, но доклад бизнеса, пока не время его обсуждать, мы его вообще не озвучивали. Поэтому, когда мы дойдем до нас, тогда будем обсуждать. Хорошо, хорошо. Хорошо, конечно. Пожалуйста, ваше суждение. Елена Меньшикова. А государство-то, где последствия для государства? Следующий слайд, пожалуйста. Государство теряет свое влияние, точнее, политическая верхушка. Она теряет, она рискует просто быть свергнутой. Я правильно понимаю, что вы отрадиствляете государство с правящей элитой? Все инициативы, они исходят именно оттуда. То есть государство – это правящая элита и ничто больше? Государство – это механизм. По обслуживанию интересов правящей элиты. Спасибо. Сначала идет инициатива. Инициатива отдали уже механизмы. Это все государство. Но у вас-то, у группы, позиция критическая по отношению к государственной позиции сегодняшней, да? Группы же. Понимаю, вы не согласны с этой позицией государства? На самом деле, вопрос настолько сложный, что мы не можем пока четкий ответ дать. Вот это, за это спасибо, потому что мне непонятно, на самом деле. Мы не хотим осуждать. Тут изображены были две позиции, и это признали. Позиция общества и позиция по поводу вот, значит, такого участия государства, да? Или по поводу отсутствия развития энергетики. Общество и бизнес согласились, да, про них. А вот по поводу государства, тут само по себе только вот это вот, то, что страна становится, страна становится там, страной третьего мира, не очень понятно. то есть позиция государства, это говорит, у меня цель стать страной третьего мира. Парадоксально, да? Вроде бы не получается. А если не цель и не позиция стать страной третьего мира, тогда что? Я начинаю путаться тут. Тут на самом деле, видимо, я вот согласен с тем, что это сложно. Тут сама позиция государства в чем? Или, может быть, ее нет? Как и в вашем докладе. Так скажем, позиция государства в неком поиске решения данной ситуации, потому что даже то же самое сдерживание тарифов, это некая приостановка для принятия какого-то решения. Государство, можно сказать, на некотором... Государство вам сказало за это спасибо, за некоторую реабилитацию. Да, государство в раздумье, что делать. Государство не стоит осуждать, потому что это очень сложно. Государство ищет свою позицию. Да. Ищет свою позицию, но пока ее не обрело по поводу энергетики, потому что понимает, что этого тронь, этот заорет, этого тронь, наоборот, тому больно станет. И все это государство, и это сложно. Цель, наверное, нашей группы на этой игре это найти некий компромисс все-таки, чтобы... Пожалуй, да, я бы согласился. Потому что позиция государства на самом деле очень сложная. И с другой стороны, надо же, вроде бы, понять, из каких целей должно исходить государство, исходит вообще, а тогда можно понять тогда и по поводу энергетики что-то. То есть я понимаю, что вы не доработали позицию государства в силу от того, что вы поняли, что это сложно. на следующих наших днях мы как раз-таки будем этим заниматься. А вот вы взяли один из моментов, на котором все, мне кажется, логично разрисовано, но один из моментов, который по поводу происходящего энергетики, рост тарифов, тем более он приостановленный, это может обнадеживающий признак? Может быть, если он не продолжится дальше в 15-м году, да? Я к чему обращаю внимание? Вот только один, рост тарифов. Но ведь рост тарифов это не тождественное развитие энергетики, да, наверное? А по поводу того, что государство не определилось, как и куда дальше развивать энергетику, у вас есть вот такое понимание, что государство не определилось с позицией, не вообще с позицией, а с позицией, что делать дальше с энергетикой? Нет такого? Вот, скажем, 10 лет назад государство решило, реформируем, переводим на рыночные рельсы. Сказали, сделали, это сделало государство. Вообще-то, не сами энергокомпании, не общество, это сделало государство. Сделало, теперь мы имеем другое состояние энергетики. В чем-то оно лучше всех в мире, говорят, тут говорили, да? В чем-то тут есть какие-то проблемы, там, труба ржавеет, еще там чего-то, мы о нем постоянно говорим. Но что делать дальше с энергетикой? Государство, минимизировав свои функции и уйдя, создав рынок энергетики, отпустив цены на электроэнергию, на рыночное ценообразование, во всяком случае, в генерации, в конкурентной среде, вроде бы, первый этап сделал, Новак сказал, мы решили, и мы это сделали. А вот вопрос, какова должна быть позиция государства по дальнейшему развитию энергетики, насколько я понимаю, не находит пока ответа? Ну да, скорее вы правы. Похоже так, да? Да, пока мы в поиске тоже. Ну тогда, тогда мы должны сейчас зафиксировать эту пустоту. Сегодняшняя пока, ну как бы, может быть, растерянность государства, да? Сегодняшнее отсутствие позиции. Если так, то тогда вопрос, вопрос по теме дня. Ведь это может быть и нормально, что государство в меняющейся ситуации понимает, что оп, а дальше я не знаю, что делать. Честно говорит. Ну себе, например, электорату, например, такие вещи говорить, наверное, даже нельзя. А себе, честно говорит, я пока не знаю, что делать. Новая ситуация. Вот мы сделали первый этап, 10 лет прошло, сейчас новый этап, новые горизонты. Что дальше делать с энергетикой? Государство, скажем, не знает, да? Но вопрос по теме дня. А что будет, если государство долго будет не знать, что делать с энергетикой? Не обсуждали? Не обсуждали, могу только, опять же, мы про тарифы пока только так, более глубоко. Например, если по поводу сдерживания цен, тарифов, страна будет придерживаться этой позиции, то есть сдерживания, то это будет, наверное, неплохо для промышленности, но это будет плохо для генерации. То есть это в любом случае, долго это продолжаться не может. Какие-то решения должны будут приниматься. И можно даже сказать промедление, подобно чему-то нехорошему. Да. То есть, если даже мы сегодня в раздумьях, то мы понимаем, что долго думать-то нам не дано. Нам, государству, долго думать не дано, потому что дальше идут всякие процессы и по теме дня, и они могут чем-то кончиться. Как у вас здесь говорилось, вот в этом плане, может возникнуть еще больше проблем. Да, не только в этом плане. Например, сегодня мы понимаем, что у нас нет торфяной энергетики. Ну, нет и нет. Без государства она не появится, мы это знаем. Но надо понять, мы будем ее делать, без нас не появится. А может быть, и не будем, может быть, и правильно, да, определиться надо. И подальше, по любому другому, ямальский проект, фантастика, если послушать его оппонентов, вернее, оппонентов, вернее, его апологетов, те, которые радуют за этот проект, то всю страну может продвинуть вперед. Если послушать критиков, может быть, там планету, климат на планете загубим, ни в коем случае нельзя делать. Надо же определяться, да, все равно. Это же, это проект развития энергетики. Так же подземная АЭС, так же, как и умная энергетика, во всем мире развивается умная энергетика, а нам, может быть, нельзя. Ну, то есть государству надо определиться, да, сегодня государство в раздумии, и мы говорим, сегодня мы зафиксировали такую точку, государству, конечно, нужно думать обязательно, но, тем не менее, длительные раздумия могут дорого стоить и самому государству, и бизнесу, и обществу. Так? Все верно, да. Спасибо вам за доклад. Группа «Бизнес». Группа «Бизнес» Анализ исследований сдерживания развития энергетики. Так, приступим. Последствия сдерживания развития энергетики для бизнеса. Спасибо. 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 Недостаточность информации. Отсюда следует отсутствие мотивации бизнеса для инвестирования. Недостаточно внедряются новые технологии. Рост тарифов ведет к росту издержек. ненадежность поставок снижения качества бизнес-процессов. Неравномерное обеспечение электроэнергии по территории России это ограничение размещения бизнеса. Так, здесь мы представили некоторую схему. Возьмем диметил эфир. Вот ваш проект, да? как за научный проект, который обращается сначала к государству, затем обращается к бизнесу. Здесь бизнес вынужден обратиться к государству, поддержке государства. Естественно, государство спрашивает сначала у энергокомпаний, которые им дают ответ, что это не очень выгодно, потому что они их конкуренты. Далее государство обращается к добыче, к добывающим компаниям, газ, нефть. Добывающие компании им говорят, что на Ямале у нас свои месторождения и это тоже невыгодно, какие-то новые виды топлива. Далее государство обращается к бизнесу и государство говорит бизнесу, что это невыгодный проект и следовательно бизнес вынужден говорить науке, что это тоже невыгодный проект. От государства собственно ничего не получает наука, никакого ответа. Это наше представление на текущую ситуацию. Следующий слайд. Вот и соответственно наша группа проделала работу, то есть походила по всем остальным группам. Мы выявили две интересные группы для нашего инвестирования, то есть это биоэнергетика и диметилэфир. Но диметилэфир у нас под вопросом, потому что нам нужна поддержка государства все-таки. Биоэнергетика мы можем этот проект создать с нуля, то есть создать собственное производство топлива и собственное производство генерации. спасибо за внимание. Скажите, ты слышал? Пожалуйста. Уважаемая группа бизнес, мы как представители группы диметилэфира. Хотим напомнить наш разговор сегодняшний, когда вы тоже сказали, что это очень большой проект и мы боимся в нем участвовать без государства. Мы вам предложили такую схему, как участвовать в некоторых частях проекта, как, например, отдельно строительство ветряков, инвестирование некоторых стартапов и так далее. То есть разбить по частям этот проект и участвовать в нем таким образом, а не уходить в схему, где змея ест свой хвост. Вы обсуждали как-то эту тему в группе? Смотрите, мы обратились к государству на этот вопрос, потому что мы не можем полностью свои инвестиции вкладывать в ваш проект без помощи государству. Что нам ответило государство? У нас сегодня неприемные часы, что-то вроде такого. То есть к остальным группам мы спокойно подходим, а я единственное не поняла, а как вы относитесь к финансированию проекта по частям? Что значит по частям? Ну, например, разработка строительства ветряков. Вот ветряки мы построим, что мы энергию будем продавать? Разработку ветряков, завод по строительству ветряков и продажу их, допустим, физическим лицам, юридическим. То есть просто поставить ветряки и продавать электроэнергию? Нет, просто продавать ветряки, чтобы развивать эту отрасль в России как часть проекта диметилэфира. Производство наше будет? Да, ваше производство. Вы как инвесторы выступаете, мы вам даем научную разработку. Покупатель государства? Почему? Не обязательно. По идее это же продукт с высокой добавленной стоимостью, это научная разработка. Почему нет? Мы же продаем солнечные батареи частным лицам, компаниям, почему не сделать то же самое с ветряками? Ну, то есть сделать производство ветряков. Ну да, условно. В рамках этого, как этап проекта диметилэфира. Можно поддержать коллегу? Хорошо, мы согласимся, например, поставить эти ветряки. Чтобы эти ветряки поставить, нам нужно как минимум разрешение государства, что эти ветряки можно поставить и производить там. Продавать. Хорошо, мы кому будем продавать, если нам не разрешат их поставить? Мне, как юридическому лицу. Вы куда их будете ставить без разрешения государства? А это уже мои проблемы, как юрлица. Так нужно найти сначала юрлицо, которое будут эти ветряки у нас покупать. И сеть безопасности. Нет, я сейчас говорю просто как... Можно я еще скажу пару слов относительно того, что, относительно этого спора? Мы не отказываемся от возможностей, от возможной модели инвестирования в ваши ветряки. Просто то, о чем говорилось в самом начале, у нас какое-то непонимание, недостаток информации вообще во всем проекте. Мы не отказываемся. Мы готовы рассматривать эту идею, но нам нужно больше информации, больше времени для изучения этого проекта. Поэтому мы... А где основной тезис вашей группы? Основной тезис? Можно его перелистнуть туда? Основной тезис по теме дня откройте, пожалуйста. И мы как раз говорили о том, что когда у нас нет информации, когда у нас происходит сдерживание какого-то развития, неразвития энергетики, рост тарифов, ненадежность поставок, это как бы не относится к вам, это относится в целом к энергетике. А вот мы говорили о недостаточной информации и в том, что у нас отсутствуют мотивации для инвестирования. Давайте переведем это в игровую плоскость. Вы получили сегодня брошюру, и вы получили наше приглашение прийти к нам в любое время за информацией. Но этого не произошло. Кроме вас у нас существует еще куча других групп, которые мы хотели тоже обойти. Значит, вам неинтересна наша информация. Интересно, и мы готовы продолжать сотрудничество на будущее. Но сегодня мы по теме дня обсуждали последствия, и это было лишь направление, которое мы готовы в следующие дни обсуждать. Вот и все. То есть это на самом деле не то, что мы вам говорим нет, а то, что мы готовы с вами сотрудничать, и это как раз шаг к тому, чтобы государство задумалось о нашем дальнейшем сотрудничестве. Для нас это ценно. Спасибо. По поводу такие темы дня и последствий. Правильно ли я понял, что группу бизнес не устраивает последствия сдерживания развития энергетики? Ну, в целом да. Не устраивает, да? Потому что здесь написано много слов, но вот так... Пока группа бизнес, она не видит себя как бы участницей развития энергетики. Это я понимаю, но вы со своей точки зрения последствия сдерживания развития энергетики как-то оценили. Вот здесь как раз слайд на эту тему. Мы пытаемся себя именно позиционировать как участники влияния на энергетику. Так вы как их оцениваете? И если мы будем... Я просто извиняюсь, да, мы абсолютно согласны, что вот сдерживание развития энергетики будет сказываться на нас негативно. Мы это поддерживаем и как бы... Да. И здесь про это как раз и сказано, да? Да, мы хотим как-то влиять, мы хотим помочь, мы готовы сотрудничать. Это потом, сотрудничать потом. Сначала надо понять, как вы видите для себя, для бизнеса последствия сдерживания и развития энергетики. Как вы для бизнеса видите это? Конечно, это в первую очередь мужчина. Вот я и понял, что я специально просил его открыть. Рост тарифов, рост издержек. Тарифы заморозили, вас устраивает. Да. Ну, нас это устраивает, но кроме этого есть еще и другие... Есть другие грани, на самом деле. Да, другие. Скажем, тех присоединения, например, да? Да. Бизнеса к сетям. Все верно. Да. Вас тоже существующее состояние не устраивает, да? Да. И его продление вас тоже не устраивает. Ну, мы хотим как-то это изменить, улучшить ситуацию, да, исследовать что-то. Пожалуйста. Можно вот еще раз, Анастасия Чернова, группа энергокомпании. Знаете, вот мы как раз хотели, может быть, потом, конечно, выступит наш докладчик, но мы хотели сказать, что на наш взгляд бизнесу, тут не все так плохо и есть на самом деле, мы потом об этом скажем, положительные кое-какие моменты. Бизнес на самом деле будет представлять для нас конкуренцию и он может развиваться в другой немного плоскости. То есть развивая вот такие проекты, но не боясь их. Вот не боясь этих проектов диметил эфира и всего такого. НБО энергетики. Вот, спасибо. отсуждение. Можно вопрос, да? Лобов Евгений, группа энергетика. Будьте любезны, пожалуйста, слайд со схемой. Следующий слайд. Вот, отлично. Вот нет, предыдущий. Супер. Смотрите, значит, докладчик заявил, что, соответственно, государство обращается к энергетике по вопросу реализации проекта там диметилового, диметил эфира. Энергетика отвечает государству, что проект не выгоден. Что-то я не помню, что к нам кто-то обращался сегодня и что мы дали заключение, что проект не выгоден. Объясняю. Я представляю наше представление схемы, которая работает на данный момент у нас в нашем государстве. То есть у нас есть какие-то крупные организации, которые имеют влияние на государство, да? У нас есть какие-то крупные организации в энергетике, спрашивает Женя Лобов, в той реальности, которые говорят, нам ветровая энергетика и малый или диметиловый эфир не нужны. Вы знаете о таких позициях энергокомпаний? Ну, смотрите, они же прямые конкуренты этим организациям, правильно? То есть, если мы будем спонсировать... Вы просто логику вычислили, что они, если им скажут, диметиловый эфир, они скажут, нет, нам это не интересно. Нет, если мы спонсировать будем этот проект, они и они будут спонсировать, то, естественно... Вы и они, это кто вы и они? Энергетики? Энергокомпания и бизнес. Будут прямыми конкурентами. То есть, грубо говоря... И отсюда вы за них придумали, что они против диметилового эфира. Смотрите, здесь можно хорошо убрать эти энергокомпании, взять, допустим... Не надо убирать энергокомпании, я против. Можно? Можно я еще раз выступлю? Вы просто про них сказали неправду, и Женя стал протестовать. Мы приносим свои извинения энергокомпаниям, если мы как-то что-то не то им сказали, но просто только что перед нами выступало государство, которое, к сожалению, с нами не обсудило этот вопрос и сказало, что да, они считают, что это же конкуренция энергокомпании, тут же будет какая-то проблема с ними, надо ведь решать вопрос как-то, чтобы и тем хорошо было, и тем хорошо. То есть это будет сдерживать государство в решении этой проблемы. Оно оттягивает решение. То оно заморозило тарифы и сейчас решило ждать. Но государство ищет свою правильную позицию, чтобы всем было хорошо. Она о всех заботится. Пока оно ждет. А придумать такого пока сложно. Пока оно ищет, мы что? Мы ждем, да? Мы не действуем, и мы просто ждем, пока сделают как бы то, что вот они сделают государство. То есть вы ждете государственной политики? Вот мы не хотим этого делать, мы не хотим ждать, Мы хотим участвовать в этом процессе и помогать государству. А почему вы тогда ждете? Перестаньте ждать? Так мы и не ждем, в том-то и дело. Я спрашиваю, наоборот, что мы ждать будем, пока государство решит. Мы не будем ждать, мы не хотим ждать этого этапа, когда государство дойдет наконец до своей цели, до своей идеи. То есть вы говорите, что последствия стагнации в энергетике вас не устраивают, и вы не хотите дожидаться, когда они наступят, и вы будете действовать. Да. Вот ваша реакция. К примеру, биоэнергетику мы можем уже сами свою руку взять. К примеру, вы сами начнете создавать в эту самую новую энергетику, если ее не создаст государство или энергетика. Ну, по крайней мере, мы вот подумали, примерно обсудили. Мысль-то в этом, мысль-то в этом, да. Мысль-то в этом, да. Все, спасибо, садитесь, идем дальше. Спасибо. Группа энергокомпании. Группа энергокомпании. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я представляю энергокомпанию. Тема – анализ последствий сдерживания развития энергетики с точки зрения энергокомпании. Для начала, цель нашей группы на игре – показать бизнесу, обществу и государству необходимость в развитии энергетики, роль и возможности энергокомпании в этом. Секундочку, еще раз цель, я помедитирую. Цель группы на игре. На игре. На игре, да. То есть вы, в конце концов, должны всем нам показать. Да. Хорошо. Для того, чтобы вообще понять, есть ли такое сдерживание развития энергетики, мы рассмотрели программу развития электроэнергетики Сверовской области и пришли к меню, что мероприятия, заложенные в этой программе, преследуют следующее. Увеличение установленной мощности, строительство сетей под выдачу вводимой мощности и реконструкция электросетевых объектов. У нас, естественно, возник вопрос, при реализации всего этого, будет ли это развитие. С нашей точки зрения, увеличение установленной мощности строительства сетей под ее выдачу не является развитием, так как уже сейчас установленная мощность энергосистемы Сверовской области 9,7 тысяч мегаватт, тогда как энергопотребление в зимние периоды 7 тысяч, а летом 5 тысяч. Помимо этого, наблюдается снижение потребления в результате ухода крупных потребителей, ну а реконструкция просто является залатыванием дыр. Таким образом, программа развития, с нашей точки зрения, является, по сути, своей программой сдерживания. Мы все-таки провели анализ, что все-таки произойдет, если ситуация не поменяется, и, на наш взгляд, увеличение установленной мощности и строительство под выдачу этой мощности сети приведет к их простою из-за невостребованности. А отсутствие возможности внедрения распределенной генерации энергокомпаниям приведет к возможности обеспечения энергии удаленных потребителей, а также потребителей, которым распределенная энергетика выгоднее, к невозможности конкуренции с распределенной генерацией, частичной потери потребителя и к снижению инвестиций привлекательности энергокомпаний. Ну и вывод. Сдерживание развития энергетики приведет к упадку энергокомпаний. Спасибо большое. Вопросы? 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 Лепихиногор, сотовая энергетика. Вы говорите, что программа развития – это программа сдерживания. То бишь, получается, субъектом сдерживания является государство. Правильно я понимаю? Нет, не государство. В данном случае мы рассмотрели эту программу. Тут еще слова не хватает. Или программа развития энергетики является сегодня программой сдерживания развития энергетики. Мы рассмотрели конкретно… Я правильно вас понял? Да? Да. Да. Спасибо. Группа «Бизнес» Бенда Елизавета. Вы не считаете, что сдерживание энергетики для энергокомпаний – это как результат отсутствия внедрения научных разработок? Например, та же самая сотовая энергетика, биоэнергетика, ПТС и так далее. Вы не хотели рассмотреть сотрудничество с этими данными проектами? Как-то их внедрить и помочь развитию? Ну, нет, раз энергокомпании сказали, почему вы к нам не обратились. Так, насколько я понимаю, вопрос заключается в том, хотим ли мы внедрить какие-то проекты в свою деятельность. Итак, мы вот как раз есть в анализе, вот следующий слайд, о том, что мы, к сожалению, не очень можем внедрить проекты, связанные с распределенной генерацией. Как минимум, потому что, как вот уже сказал Алексей Евгеньевич, вот каждый раз эту главу нужно было дописывать. И также, то есть мы говорим о том, что мы не можем этим заниматься сейчас, потому что это было бы интересно заниматься сетевой компанией, но она не обладает такими правами. А крупной генерацией, централизованной, заниматься как бы распределенной генерацией, ну, чисто из слов, нелогично. То есть получается, что у нас проекты, в принципе, развития есть, но никто не хочет ими заниматься, внедрять их, да, ни государство, ни энергокомпания, ни бизнес. И последствия, получается, у нас будут, что энергетика у нас как была, так и остается. Энергокомпании, они бы хотели заниматься распределенной генерацией и видят, как я уже сказала, в этом даже определенную конкуренцию со стороны бизнеса, которое тоже могло бы заниматься распределенной генерацией. Но мы этим не можем заниматься вот на данный момент. И анализ последствий, как бы, это и говорит. Тогда есть предложение как-то нам все-таки скооперироваться и… Когда мы обращались к бизнесу вчера, будем ли мы как-то взаимодействовать, бизнес сказал нет. Когда? Ну, вчера, позавчера мы спрашивали, будете ли вы в нас инвестировать, будем ли мы как-то… Вы сказали нет. Вчера, да, буквально. Это было на, ну, вот на пленуме. Не помню. Давайте вот без таких диалогов. Хорошо. У нас есть норма. У меня вопрос, правильно ли я вас понял, что вот там задачи, которые вы, мне кажется, правильно отфиксировали, вот эти вот три задачи, которые заложены в программе развития энергетики, выполнять не нужно? Да. Не нужно? Нет. Ой. Мы как бы доказали, что это ведет в итоге к развалу. Вот. Вывод, вывод. Понял. Мы пришли к этому выводу. Что если мы будем строить электростанции и сети, схемы выдачи мощности и заниматься реконструкцией изношенных физических объектов, то всем будет плохо. Это зло. Этого делать не надо. У нас она невостребованная, получается. Наши станции, они настроили, сказали, ребята, мы настроим. И в каком-то там году вроде как вы подойдете как потребители, но мы говорим, что потребители не подойдут. А вот насчет реконструкции, например? Реконструкции. Это не развитие, это залатывание дыр. Нет, то, что не развитие, я даже не сомневаюсь. А делать это не надо? Это делать нужно, но в эту программу развития нужно включать тогда еще и другие пункты. А, я-то вроде бы так и понял, что первое, не все, что записано в программе развития надо строить, например, не все электростанции, да? Да. Но некоторые, наверное, надо. Ну, которые нужны. Да. Которые нужны. Да. Но не столько, сколько нужно, первое. Второе, реконструировать все-таки старые сети надо, надо, да? Но при этом, при всем, этого недостаточно для того, чтобы говорить о развитии, да? Да. Вот тогда мы поточнее определили вашу позицию. Хорошо. Это, с этим разобрались. При этом, мне кажется, у вас есть очень сильный слайд, что само по себе обязательства, которые сегодня выполняют энергокомпании по решению этих трех задач, они и исключают возможность их заниматься развитием. То есть они занимаются, как это говорят, забрасыванием прошлого в будущее. Они воспроизводят то, что было вчера, не занимаясь новым, да? Ведь ваш примерно вот этот тезис. Как группа считает? Вот об этом вы говорили? Упакивая. Нет, я вас правильно понял? Если мы вас правильно поняли, то да. Спасибо. Мне показалось, что вы об этом. Тогда это, мне кажется, это очень серьезный ход, когда мы говорим, что мы даже вот строя что-то, мы тем самым, на самом деле, не должны этим удовлетворяться, потому что этого еще мало, скажем, да, для того, чтобы в нас наступило светлое будущее, потому что здесь нет нужных нам изменений, всех нужных нам изменений, а именно, например, появление новых технологий, новой энергетики, малой, например, энергетики, потому что не до нее, задачи другие. Это важный момент. А вот по теме дня тогда, у вас, я понял, здесь ведь и есть анализ последствий сдерживания, да? Можно как-то выразиться сжато, если тогда вот таким образом мы и будем воспроизводить эту программу, как каждый раз переписывая вводы новых мощностей и новых, и новых, и новых, но каждый раз не дописывая, например, раздел новая энергетика, то к чему это приведет? Я понимаю, что здесь изображено, но все-таки кто-то может сказать как-то более смачно и кратко. Но это вывод будет. Что будет? Будет, это вывод. А, вывод. Ввод к упадку энергокомпаний. И энергетики. Можно его проиллюстрировать, что это за упадок? В чем он проявится? Анализ этого упадка сделайте. Жаурненков Александр, я понимаю такой вывод, как то, что в случае неспособности энергокомпаний выполнять свои функции, в случае, если энергокомпания энергетика в лице них не поймет, скажем так, эти последствия и не своевременно не примет соответствующие меры, то она, скажем так, будет постепенно приближаться к своей, к развалу, скажем так, к смерти, как сегодня было уже высказано. Вот что такое смерть проводов? Смерть проводов – это, так скажем, потеря необходимости в них. То есть это такая ситуация, при которой бизнес уже в необходимой степени обеспечен собственной генерацией. Это такое развитие, при которой, скажем, население получило возможность использовать какую-то метафизическую карманную энергетику и так далее. То есть я хочу сказать, что при, скажем так, отсутствии нужных мер энергетика сама себя поставит в такой тупик. Сама себя только поставит в такой тупик? Себя, но и заставит, так скажем, общество, государство и бизнес что-то делать с ним. Спасибо. А можно я вашу мысль продолжу с тем, чтобы, ну, может быть, проиллюстрировать? Согласитесь вы или нет, мне очень важно, насколько наши мысли совпадают или они не совпадают. Хорошо? Хорошо. Так, так. Ну вот очень важно дойти до, на мой взгляд, до каких-то серьезных выводов. Возможно, группа до этого дошла. Я понимаю, так, выступления вчерашние, в том числе Шевелева. Наши обсуждения, если мы говорим сегодня про большую энергетику, а в первую очередь про ее сетевую часть, но и про ее генерирующую тоже часть можно говорить. Если генераторов, говорит группа, больше, чем нужно, а будет снижение электропотребления, тогда у нас будет какая-то вот эта паразитирующая часть. Что с ней будет? А с одной стороны, у нас они могут умереть. Как это произошло в предельно рыночной энергетике в Англии. Я вчера услышал с удивлением, они просят, построите нам АЭС. Почему? Резервных мощностей не осталось, их рынок съел. У них рыночная энергетика, и она вроде бы развивалась по рыночным законам. Конечно, это, скорее всего, не наша картина. Но я как-то слышал, когда-то, в 70-е годы, в Соединенные Штаты Америки, поразбиравшись в энергетике, приостановили строительство 50 новых электростанций. 50 новых электростанций. Почему? А они поняли, что им не удастся их вывести из работы просто так, они еще к тому же новые. Им придется на рынке, здесь же рынок, получается, рынок генерации, ну как бы предлагать участвовать всем. Никого не выключишь. Там же технические еще всякие ограничения есть. Если будут участвовать все, то тут получается, а затраты-то тоже у всех есть, то это может привести, насколько я понимаю, к росту цен на рынке энергетики. Если же заставить всех конкурировать в чистую, как в Англии, просто кто-то будет банкротиться. Построил новенькую станцию, включаешь, а цена заявки не проходит. Не берут заявки ни сегодня, ни завтра, ты не можешь ничего продать. Демпинговать тоже не можешь. Проект не окупается частного инвестора и банкротится. И так, и так, ну как бы невыгодно. Мы сегодня просто идем, видимо, к чему? К перепроизводству мощностей, которые чреват кризисом перепроизводства. Последствия такой энергетики в такой программе, которую вы сказали, возможно, во всяком случае, возможно, чреват кризисом перепроизводства электрических мощностей, генерирующих мощностей. С этим я бы с вами согласился, первый момент. Второе, мне кажется, надо чуть-чуть как бы доиллюстрировать. И мне кажется, здесь есть еще одна неприятность. Ладно, кризис перепроизводства, чем он кончается? Банкротством кого? Инвестора. Ну инвестор, частный инвестор обанкротился, а все остальные живы, что называется. Рынки давно к этому привыкли. И кроме этого делают еще даже какие-то щадящие какие-то их банкротства без самоубийств. А вот есть еще сетевой комплекс. И как мы уже говорили, он у нас большой, большой и тяжелый, даже в силу объективных причин. А в нем, опять же, мы вчера говорили, мы что делаем? Мы его воспроизводим. С одной стороны, мы выводим из работы старые сети, но одновременно вводим. Столько же, потому что мы реконструируем. Мы линию сломали ржавую, мы новую построили. Деньги вложили. Чтобы деньги вложили, надо тариф. В тариф это вложить, чтобы это окупилось. И кроме этого встроим новые, для новых схем выдачи мощности. Это же добавляет протяженность наших сетей. У нас есть сетевая составляющая в тарифе. Тогда, соответственно, потребители, понимая, что они несут непомерную нагрузку, вот сегодня с последней милей у нас неприятности возникают. У МРСК Шевелев вчера говорил. Потребитель, который находится вот здесь, всякий мелкий, средний, крупный потребитель, начинает уходить напрямую на этот рынок или напрямую, исключив сетевую составляющую. А получается, все затраты на содержание этого необходимого комплекса, мы же без него жить не можем, они остаются, объем затрат остается на остальных. Если еще и мелкие потребители уйдут там на какую-то свою или среднюю, на оставшихся ляжет непомерная ноша. А при этом мы замораживаем тариф для населения, мы не можем его резко поднять. Ну в разы-то точно не можем. Потому что если делать по принципу, каждый должен платить за свое, то электроэнергия у нас будет на порядке дороже, мне так кажется, на порядке дороже, чем в развитых странах. Просто потому что у нас сети на порядке протяженнее. Ну, соответственно, по плотности нагрузки, если судить. Соответственно, здесь нас, похоже, ждет катастрофа. Катастрофа, которая непонятно, кто будет содержать сети. Потребитель ушел от них, да, а выключить их нельзя. Почему-то я, или я ошибаюсь, и поэтому тишина. Но почему-то никто об этом сегодня не говорит. Ни энергетики, ни общество. Что у нас впереди какая-то неприятность, связанная с этим. Возможно, нас просто обманывают сетевые компании. И если им заморозят тарифы, или даже снизят тарифы, и введут бенчмаркинг, и говорят, вот смотрите, вот эта компания какая-нибудь там челябинская или оренбургская, она с этим тарифом спокойно живет, сокращает лишнюю публику, вводит новые технологии, развивается. И ничего, и тариф не позволяет, или заставляет ее развиваться. А вы говорите, что вам не в моготу. Нет для всех тариф одинаковый, крутитесь как хотите. Не можете, отдайте этот бизнес под управление другим, оренбургским, да, они умеют это делать. Бенчмаркинг вроде позволяет таким образом стимулировать развитие энергетики, но что-то мне в это слабо верится. Мне пока, пока я не убедился, и мне, что он нас спасет. Мне тревожно, даже не за энергетику, а за всех нас, если концы не будут сходиться с концами. Мы, скорее всего, начнем сокращать все, и у нас пойдут аварии, перерывы электроснабжения, снижение объема реконструкции, а значит, низкие уровни напряжения, а значит, жалобы потребителей будут усиливаться. Все будет хуже и хуже и хуже. Всем нам, потребителям. Ну, может быть, не всем, тем, кто построит свою генерацию, может, ему будет хорошо, а оставшимся будет плохо. И это будет и государственная проблема в том числе. Мне кажется, группа об этом хотела сказать, в том числе. Частично. Мы, сказанное вами, понимаем, как, скажем так, первую фазу этого упадка. То есть энергетики лучше всех чувствуют неприятные последствия, вот стагнации этой ситуации, да? И даже реализации такого рода программ, в кавычках, развития, вы усматриваете, что это, это вообще сильный ударный тезис, что это на самом деле неразвитие. Программа неразвития, да? Да, это было заявлено. Программа ракового развития, рокового и ракового развития энергетики, которая нам, скажем, может быть опасна своими последствиями, этими и этими. Да? Спасибо. Идем дальше, я думаю, сейчас получится побыстрее. Итак, группа ПАТЭС. Я предлагаю главный ударный тезис обозначать рельефнее, а может быть даже и лучше сразу. Добрый вечер, меня зовут Соболя Рима, я представляю группу ПАТЭС. Меня зовут Соболя Рима, представляю группу ПАТЭС. Тема нашего доклада – анализ последствий нереализации проекта ПАТЭС для энергетики Свердловской области. То есть мы акцентируем внимание на ней, именно на Свердловской области. На этом слайде представлена цель нашей группы на игре и цель нашего доклада. Акцентирую внимание на цели доклада сегодняшнего – показать возможные последствия энергетики Свердловской области в случае нереализации проекта ПАТЭС. И хотелось бы начать с того, что вчера было высказано суждение, что наша группа показывает только отрицательные стороны нашего проекта. То есть как будто он никому не нужен, и поэтому хотелось бы высказать другое мнение, что именно в развитии атомной энергетики, атомной энергетики малой мощности, мы видим развитие энергетики. Преимущества очевидны. Первое – это экологичность, второе – это то, что в производстве энергии не используется углеводородное топливо, и третье – это низкая себестоимость. Но я не говорю про капитальные затраты, потому что они действительно не такие уж и низкие. Но при этом вроде бы очевидные преимущества есть, но в структуре установленной мощности Свердловской области, как мы посмотрели сегодня, атомная энергетика занимает всего 6%, а вся остальная часть приходится на ТЭС, ТЭС, который не отвечает экологическим требованиям. Например, Левчинская ГРЭС, которая была сказана уже не раз, загрязняет атмосферу очень-очень сильно. И на наш взгляд такая структура неправильной является. То, что атомная энергетика не развивается и не дает места развиваться. Хотя государственная поддержка оказывается атомной энергетике. Например, как было уже сказано, что ведется строительство БН-800 и БН-1200, ну в плане, на площадке Белоярской АЭС. Далее хотелось бы перейти непосредственно к анализу. И перед вами вот такой график. Что он значит? Значит, красная линия – это установленная мощность. И вообще линии все, кроме зеленой, это данные фактически взяты из… Сейчас скажу, из чего. Из схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области до 2023 года. Данные взяты оттуда, кроме зеленой линии. Это уже наш прогноз. Значит, красная линия показывает установленную мощность, то есть постепенный ввод мощностей. Ну вот мы взяли до 2018 года. При этом желтый и синий показан официальный прогноз потребления электроэнергии. Ну это в лучшем и в худшем случае, так скажем. Приводит к повышению тарифа, приводит к ухудшению… Ну, да, ухудшению тарифа для конечного потребителя, что приводит к тому, что ситуация для потребителя ухудшается, он опять потребляет меньше энергии. Эта схема, цикл, он будет повторяться бесконечно. То есть особенности, если мы берем крупных потребителей, то есть энергоем какое-то производство промышленное, допустим, производство металла, то потребление к 2018 году, ну мы так думаем, наше мнение, что очевидно будет снижаться. При этом мы видим, что мощности новые вводятся. Непонятно зачем. То есть вот этот разрыв между вводом новых мощностей и прогнозом потребления только увеличиваются с каждым годом. И теперь хотелось бы… Ой, так. После этого графика сказать последствия, которые мы видим в сдерживании развития. То есть вот то, что вводится в новые мощности, мы не считаем, что это какое-то развитие, это именно сдерживание. То есть несоответствие, ну если экономическим языком сказать, спрос и предложение. То есть спрос один, нужно одно количество электроэнергии, а предложение установленной мощностью у нас совсем другое. И оно никак не связано. Первое последствие, ну вот и главное, поэтому выделено жирно, это увеличение количества избыточных мощностей, которое в свою очередь приводит к увеличению тарифов. Далее, так как тарифы увеличиваются, предприятия, особенно энергоемкие, они закрываются, либо переходят в соседний регион, в соседнюю область, где конъюнктура рынка более благоприятна, допустим. Что это еще вызывает, какие последствия? Так как предприятие у нас закрывается, ну допустим закрывается, люди теряют работу, то есть ухудшение в социальной сфере, ну в ситуации тоже очевидно, также недополучение налогов происходит в бюджете, потому что раз производство закрывается, налогов больше не поступает. Также, так как отрасли, они все связаны между собой, то есть те предприятия, которые были связаны с предприятиями, которые закрылись, они тоже будут страдать. То есть в целом деловая активность в регионе, в Свердловской области, она тоже понизится. Но это, эти последствия, вот именно возможно при нереализации нашего проекта, что бы мне хотелось подчеркнуть. То есть если мы не реализуем наш проект, а все оставляем так, как есть, то есть по тому движемся направлению, которое задано, то все будет вот именно так. Так, следующий слайд. Ой, а еще был слайд один. Ну, там было показано, что будет, если мы все-таки внедрим наш проект. Во-первых, ну, нивелируется, то есть вот этот разрыв между установленной мощностью и потреблением электроэнергии, мне кажется, он уменьшится, в нашей группе так кажется. Если дополнительные мощности введем? Нет, нет. Наоборот, мы откажемся от дополнительного ввода, вот допустим, вот установок БН-800 и БН-1200, в будущем, если мы откажемся от ввода таких крупных, то есть таких мощных установок, а заменим их на более мелкие, вот допустим, как подземная атомная станция, то есть небольшой, если мощности, то есть в принципе, мне кажется, это будет более эффективно. То есть нужно думать, да, и менее рискованно тоже, то есть нужно смотреть именно на конкретные предприятия, сколько ему необходимо мощности. Ну, то есть это должны быть взаимосвязанные вещи, а не просто развитие энергетики в целом. Мне кажется, нужно делать акцент на малой энергетике, а именно на нашем проекте по ТЭС. Также, если мы рассматриваем реализацию этого проекта в каких-то удаленных районах, то есть это еще и электрификация вот этих районов, которые не могут быть электрофиксированы с помощью других каких-то средств. Вот, потом... Можно вот, я остановлю, можно остановиться на том, у вас очень много последствий невнедрения и очень много последствий позитивных внедрения. А можно выделить главное последствие невнедрения и главное последствие внедрения? Можно я скажу, да? Да, можно. Как вы сами чувствуете, да? Куликова, Анастасия и Белоярская, и по ТЭС в частности. У нас был слайд заготовлен, почему-то вот в технические сложности. Главное... Главное, мы выделили, во-первых, это нивелирование вот этого вот разницы между энергопотреблением и энерговыработкой для нас. Кроме того, мы получаем толчок к развитию малой энергетики в принципе, что позволяет нам электрифицировать другие районы, снизить при этом риски. То есть не строить огромную станцию там где-то, а построить возле вышки нефтяной, да? Допустим, поставить вот эти вот реакторы, посмотреть на развитие производства, дополнительно поставить реакторы. Третье мы выделили, это переход реакторов на новый уровень безопасности, естественно, потому что они подземные, потому что уже мы все-таки нашли исследование, что это подтверждено, что под землей все эти сейсмика ниже, плюс они не засечимы с воздуха, не подвергнутся влиянию при падении метеорита, там самолета и прочего. И плюс у нас сейчас на данный момент у единственных обкатаны эти реакторы малой мощности, уже на подводных лодках, то есть они уже проверены вот как раз-таки вот на эту вибрационную какую-то стабильность, и у нас есть возможность захватить на данный момент, если развивать эту тему, ну, мировой рынок. Это у вас дополнение списка возможностей? Да. А на мой вопрос как? Главное преимущество и главное последствие невнедрения? Главное последствие невнедрения – это рост вот этой вот вилки. Потому что сейчас уже у нас… Это какой? Ну, то, что было изображено на графике. Словами, можно сказать? Рост энерговыработки, так как у нас уже запланировано пускается в декабре… Рост выработки электроэнергии? Да, установлены мощности. А мощности, а не выработки. Установлены мощности, да. Рост мощности, которая не нужна. Да. Суть в этом. Лишней мощности. Как следствие роста рифов и закрытия предприятий. А если мы будем внедрять потес, то мы этот самый рост перестанавливаем. Нет, мы не будем вводить те, которые вот запланировались, видимо, до 23 года в этой программе. Странно звучит, что потес – панацея вот этому несистемному развитию энергетики. Потому что это просто несистемное. Одни хотят строить здесь, другие хотят свое, строят тут же рядом. И это несистемное, родители говорили мы. А остановить им можно. Проект «Эмпотес». Странновато звучит. Если это главный тезис, то он как-то не убеждает. А главный тезис в пользу ваших? Тот же самый. Вы внедрение ведет к несистемному росту мощностей избыточному, а внедрение ведет к стабилизации ситуации и примерному выравниванию. То есть потес вносит системность в развитии энергетики? Да. Для меня это не очевидно. Поэтому если вы правы, то хорошо бы немножко убедить. А почему, через что потес могут внести системность в развитии энергетики? Сегодня ее нет, я согласен. Но сейчас у нас строится в основном все равно, что ТЭС, что АЭС большой мощности, правильно? И вот мы уже говорили и с экспертом вчера. Если у нас открывается какое-то производство на неэлектрифицированной территории, труднодоступной, мы планируем, вот как на Чукотке, Билибинская атомная станция. Там планировалась крупная золотодобыча, построили атомную станцию, в итоге золотодобычи нет, а станция работает в убыток, Росэнергоатом. А тут у нас есть возможность поставить вот этот реактор малой мощности. А когда ее построили-то? Очень давно. Она уже практически выработала свой ресурс, насколько я знаю. Ну а ваш-то тезис, что ее построили зря? Тезис эксперта Росэнергоатома. Что ее построили зря? Да, и он сказал, что это очень перспективно сейчас, ну и мы поддерживаем, собственно, эту точку зрения, перспективно развивать направление вот этой малой энергетики, так скажем. Очень перспективно, и плюс еще у нас свободен мировой рынок на данный момент. Но если мы не будем этим заниматься, естественно, что будут разработки. Хорошо. Спасибо за поиск главного тезиса и главного антитезиса. Вот я бы хотел предложить группе свою версию. Я не знаю, как она примет или нет, но вариант такой. Особенность по тезис, если они на самом деле так хороши, как вы говорите, если у них все преимущества на самом деле состоятся, потому что ни одной еще пока нету, вот в этом допущении, тогда, мне кажется, главное преимущество их в том, что их можно разместить у нагрузки, у богословского алюминиевого завода. Вы забегаете вперед. Мы просто уже придумали один проект, пока не хотели просто его освещать. Вот эту картинку можно показать, вот эту картинку, вот эту. Вот эту? Да. Исключить проклятие сетевой составляющей. Я говорю, мы как бы уже разработали примерно где можно, но мы не хотели пока говорить про это и сказать это в следующий. Нет, смотрите, смотрите, я и говорю. И там уже доказать. Мне кажется, мне кажется, что если эта станция так хороша, как вы говорите, то она может там, где энергоемкие производства, скажем, на те же там 100, 200, там мегаватт, а они на 15 киловатт или там на 50 мегаватт, вот от такого масштаба, например, да, производства, тогда их можно размещать где нужно. На Урале, например, если надо. Вот, пожалуйста, здесь дешевая электроэнергия будет в силу того, что мы исключаем проклятие сетевой составляющей. Поэтому мы и хотим отказаться от Бенгиша 200. Мне так кажется, что это главный тезис. А вам не кажется, что он может потянуть на главный? Что преимущество именно, мы можем тогда строить другую энергетику и другую экономику. Потому что себестоимость около рубля, по-моему, мы узнавали, по-моему. Ну, говорят, что даже ниже. Но всякие люди, допустим, если она имеет такую себестоимость, она сама-то ведь по себе сетевой составляющей не имеет, а ее можно спроектировать ровно под нагрузку, плюс небольшой резерв. Скажем, нагрузка, например, 200 мегаватт, а мы строим 4 блока, и получается 300 мегаватт или там 3, 225, по 75 мегаватт. Мы перекрываем ее, например. Мне кажется, это главное преимущество. А если ее не внедрять, то тоже у вас было много всего разного, но может быть, как раз если она может спасти и обеспечить конкурентоспособность, скажем, уральской экономики, металлургии, то может быть тогда ее не внедрение, потому что альтернатив-то нету, приведет как раз к потере этих предприятий в силу их неконкурентоспособности. Между прочим, сегодня это и происходит. Я был на совещании сегодня с мэром Краснотуринска. Он сказал, вы знаете, в декабре закрывают шестую серию, последнюю. То есть алюминиевое производство в этом году на базе остановят. А вот подземная С, возможно, могла бы спасти. Можно вопрос? То есть вот третий тезис, закрытие энергоемкой предприятий, и вот это вот как бы главное, да? Да, мне кажется, я бы выделил как главное, потому что много это долго, и мы устаем от этого, и мы не понимаем, что вы сказали. А когда вы говорите вот что и вот что, это главное, тогда мы услышали, ну как бы легче, проще слушать. Вы не возражаете, если вот такие акценты поставим? Нет, только за. Спасибо, идем дальше. Мы просто думали, что это следствие. Спасибо. Коллеги, у меня предложение, поскольку группа выбрала очень удачную формулировку, задачу, анализ последствий невнедрения нашего проекта, то у меня предложение в этом же ключе заслушать все остальные группы без обсуждения. Именно, чтобы группы назвали, а что будет, если наш проект не внедрять, если наш не внедрять и так далее. Если группы вот таким образом выстроили свои доклады. Есть по такой же схеме доклады? Можно? Давайте, а потом вместе обсудим, потому что тогда и последствия, возможно, будут одинаковыми где-то, обсуждать легче. Это сотовая, да? Влюлин Камиль, группа сотовая энергетика. Так, можно пролистать, наверное, на предпоследний слайд. Я хотел бы еще сказать, что вчера мы получили довольно-таки продуктивные замечания по поводу того, что мы еще не выработали концепцию сотовой энергетики, и сегодня мы поработали над этим и выработали уже полные критерии, какая энергетика называется сотовая. Если будет необходимо, мы к ним вернемся. Но сейчас перейдем к теме дня. Как наша группа видит ответ на вопрос, что будет, если ничего не менять? На слайде представлены выводы, сейчас я покажу, каким образом мы к ним пришли. Предположим, что у нас, ну, зачем даже предполагать не надо, у нас есть некоторый рост энергопотребления от общих сетей. То есть он идет, со временем он увеличивается. Но в настоящий момент наблюдается такая ситуация, что потребители уходят от сетей в малую генерацию. И вот этот рост, он сначала постепенно уменьшается, а затем потребители могут вообще уходить. В то же время, вот я обозначу, что это потребление от сетей. В то же время генерация. Нам уже много групп сказали, что генерация как растет, так и росла. А потребление уменьшается. У нас получаются неиспользуемые мощности, помимо резерва необходимого нам. В то же время, это генерация, в то же время потребление ресурсов, оно мало того, что как росло, так и остается расти, так оно растет еще больше. Потому что нам необходимо как-то что-то делать с этими объектами генерации, либо их консервировать, либо их демонтировать, которые нам уже не нужны. Что происходит после этого? Государство в основном в данной позиции первое время, скорее всего, будет занимать позицию ночного сторожа. То есть ему это неинтересно. Оно считает, что отрегулирует рынок. Первыми забьют тревогу энергокомпании. Они теряют потребителей, они теряют прибыль, они тормозятся в своем развитии. Дальше возможны такие варианты. И энергокомпании закрывают глаза на это. И тогда получается, что оставшаяся нагрузка, содержание этой ненужной генерации ложится на другие потребители. Рост тарифов, общество недовольно, бизнес недоволен. Они начинают уходить, опять-таки, в малую генерацию, в распределенную. И там увеличивается несистемность в распределенной генерации. То есть кто во что гораст, генерирует только для себя. Энергосетевые компании и вообще энергокомпании после этого, можно сказать, что может быть даже крах их после такой ситуации. Есть другой вариант. Энергокомпании замечают это вовремя и начинают что-то делать. У них тоже несколько вариантов, на мой взгляд. То есть первым вариантом они идут к государству и пытаются пролоббировать, может быть, закон о том, что давайте мы запретим малую генерацию или серьезно ее ограничим. То есть, например, до 5 мегаватт. Больше свои генераторы ставить нельзя. Подключайтесь к сетям, чтобы у нас не проставила генерация. Если государство этому потакает, то для бизнеса складывается опять-таки плохая ситуация. Это полная монополия энергокомпаний, тарифы растут как угодно, и никак нельзя это контролировать. Для рядовых потребителей тоже никакого. Вот бабушка все так же остается без электричества. Но есть и другой вариант, который и предлагает наша группа. Это развитие сотовой энергетики. То есть, на наш взгляд, именно развитие сотовой энергетики может обеспечить уход от такого печального сценария. Если есть какие-то вопросы о концепции сотовой энергетики, можно на это ответить, рассказать. Каким образом мы будем уходить от вот этого печального сценария. Вопросы? Я к чему? Обсуждение позже сделаем, да? Если вопросы, которые нужно уточнить, лучше задать сейчас, чтобы автор ответил. Так как энергокомпании-то в третьем варианте будут неплохо себя чувствовать, когда всех устраивает все? Там нет варианта, при котором энергокомпания. Только единственное, если... То есть, в любом случае, крах у нас? Нет, не в любом случае. Если государство пойдет у вас на поводу, и вы запретите каким-то образом малую генерацию. А чтобы всем было хорошо, сотовая генерация сейчас не видит пути, как это сделать. Еще раз вопрос, можно ли? Чтобы всем было хорошо, ну, чтобы взаимоотношения между энергокомпаниями, сотовой генерацией... Мы предлагаем реструктуризацию в сотовую энергетику. То есть... То есть нас в сотовую энергетику, энергокомпании должны включить в себя сотовую энергетику? Скорее, реструктуризироваться. Спасибо. Можно тогда, чтобы все поняли, вернуться, наверное, на пару слайдов назад? Назад. Назад. Так, еще раз назад и еще раз назад. Вот здесь мы хотим выделить именно отличия, то есть от существующих распределенной локальной генераций. Распределенная левая, то есть мы генерируем для себя, и у нас есть резерв от сети. Излишки мы можем отдавать в эту сеть общую. Локальная мы генерируем только для себя. Сотовая – это генерация для себя и для кого-то еще в определенном радиусе. Дальше слайд можно? То, что еще один такой вопрос – это изолированное название. То есть мы можем сказать, что локальная и сотовая – это изолированная энергетика, а распределенная уже нет. То есть она принадлежит к сетевым компаниям. Дальше слайд можно? Дальше мы видим, вот о чем вчера замечательно говорилось, о чем нам сегодня сказали про карманную энергетику. Дальнейшее развитие сотовой энергетики мы видим в беспроводных технологиях. То есть уход от проводов вообще. То есть сотовая энергетика будет подготавливать инфраструктуру и площадку для этого. Но кроме того, сотовая энергетика может подготовить площадку для практически любого из проектов, которые сейчас обсуждаются. То есть хотите внедрять ПАТЭС, возьмите себе вот эту соту, возьмите себе потребителей и запитывайте их без участия общей энергосистемы. То есть у вас только отношения прямые. Можно дальше слайд? И вот они критерии. То есть на данный момент сотовая энергетика, нам видится энергетика без сетей передачи. Полностью без сетей мы обойтись не можем, у нас все-таки остаются распределительные сети. Но мы с сотовой энергетикой, мы уходим от сетей высокого напряжения, от протяженных сетей, например, сети. 110, 220, выше вот такие. Они нам становятся не нужны, так как у нас генерация в определенном радиусе от потребителя. Нам они просто не нужны. Очень важно то, что генерации и потребления должны быть различными субъектами. Если это генерируют для себя, это по сути купил себе в огород генератор и поставил. Это нельзя назвать сотовой энергетикой. Это локальная энергетика, не больше. И дальше третий критерий, насчет которого мы пока думаем, группы, это специфичный способ передачи. То есть в перспективе это именно беспроводные. То есть мы переходим от энергетики без сетей передач, к энергетике без проводов вообще. То есть сотовая энергетика видится нам как логичный этап такого перехода. На этом, пожалуй, все. Спасибо. Группа Биоэнергетика. Так что не будет задерживать развитие энергетики. Наша группа пришла к выводу, что если задерживать развитие, то биоэнергетики в российских террасах не будет. Ну, а дальше следствие того, что не будет этой энергетики. Не используя доступных биоресурсов. Катагитных торм, пиомассов, то есть жизнедеятельность, телес, рост планов и процессы вознаграждения из источников энергии. То есть выбрасывая то, что на чем ровно было заработано. Еще. Также в связи с дефицитом неусполняемых источников энергии и обострененной биологической оценки просто встает вопрос о развитии биоэнергетики. Но так как сейчас она не развивается, то закуп оборудования и кадров пойдет из-за границы, где уже давно с маленькими необходимостью в биоэнергетике. И российский бизнес не использует возможность заработка на дешевых и доступных источников энергии. То есть не использует создание новых рабочих мест и ведение новых разработок в нашей области. Я передаю слово. Максим Смирнов. Мы решили немножко в конце доклада все-таки немножко пояснить, что такое вообще-то, где он имеет иногда. вот на примере фермы, ну неважно какая-то, свина, ферма, куриная какая-то. У нее есть продукты жизнедеятельности, так их назовем. И если внедрить рядом с этой фермой так назовем какую-то биоэнергетическую станцию, то у нас есть возможность использовать продукты жизнедеятельности, так как мы их называем, для выработки энергии на собственные нужды, тепла на собственные нужды и ну вот соответственно газа, то есть вот есть такой изображен просто процесс преобразования как энергии, тепла, газа. Ну вот я так понял, то что группу бизнес заинтересовал такой проект, но вот если вам будет интересно, да, и какие-то есть подробности, то ну давайте милости просим, подскажем. вот все, если есть какие-то вопросы. Спасибо. Спасибо. Мы не обсуждаем, я так понял. И последний доклад группа «Умная энергетика». Итем Тарасов. По-моему, да. Или кого-то забыли. Здравствуйте, меня зовут Тарасов Артем и я представляю группу «Умная энергетика». Следующий слайд, пожалуйста. Главный сегодняшний тезис это в случае сдерживания развития умной энергетики не пострадают только монополисты. Следующий слайд. Мы выделили и примерно прикинули следующие последствия сдерживания умной энергетики. Для каждой гризис-групп, для бизнеса компания без инноваций станет неконкурентоспособной. То есть товары за границей, которые будут более новее, более мощные, более дешевые, будут пользоваться большим спросом и бизнес не будет дальше развиваться. Для энергокомпаний компании-монополисты не ощутят особой разницы. Им не особо важно, как они получают деньги, они имеют свой стабильный доход и введение каких-то ноу-хау только осложнит им жизнь. А среди генерирующих компаний выигрывает та компания, у которой наиболее инновационное оборудование, то есть наиболее дешевое и мощное, выиграет на рынке оптовых мощностей и электроэнергии. Как-то так вроде, да? Для биоэнергетики, сотовой энергетики, потес, усложняются процессы внедрения. Усложняются тем, что мы позиционируем умную энергетику как такой помощник для этих групп, которые развивают, двигают науку вперед, тем самым помогая усовершенствовать процессы этих направлений. Для общества не произойдет улучшения в качестве предоставляемых услуг и качестве жизни. То есть это будет все так же мутная вода, все те же долгие перерывы во время ремонтов, ну и вообще в принципе наличие перерывов в горячем водоснабжении во время ремонтов, также сбои в электричестве и прочие прелести. Для государства это ослабит расцветие энергетики в стране в целом. То есть зарубежная энергетика будет развиваться более быстро, более эффективно и будет более перспективно. Следующий слайд, пожалуйста. Мы попытались немного прикинуть, как происходит сдерживание умной энергетики в настоящее время. То есть малая инновационная компания, ну например какой-нибудь бизнес там, ну или лаборатория, институт, неважно что, имеет идею. Она пытается с этой идеей пойти к энергетической компании, чтобы та ее одобрила, составила какое-то техзадание и начала собственно, точнее дала заказ на разработку и внедрение этого проекта. Но обычно так не происходит. Компания сразу отнекивается и тогда мы с идеями обращаемся к государству. Государство вынуждает эти энергетические компании нас выслушать, они дают нам техническое задание, с которым мы справимся или не справимся, их не интересует. В итоге, когда мы примерно набросали какой-то план проекта для дальнейшей его разработки, компания энергетическая просто отказывается от него, якобы не интересует. Все, на этом собственно и первый стоп этой системы. Нет, дальше, дальше. Ладно. И также, что же произойдет, если вообще ничего не предпринимать? Ну, как нас приятно удивил бизнес, зайдя сегодня к нам, мы сделали вывод, что бизнес будет вкладываться в не очень большие разработки и инновации с целью создания уникального оборудования и продажи его по выгодной им цене. То есть, ну, естественно, они на этом выиграют и вполне окупят разработку и внедрение. Для энергокомпании они будут покупать уникальное оборудование у этого же самого бизнеса. Для биоэнергетики, сотовой энергетики они сами примут на себя роль умной энергетики и будут разрабатывать новые инновационные проекты. Ну, потому что перейдем сразу к последнему, дефицит инноваторов, возникнет дефицит инноваторов в связи с невостребованностью, то есть, просто они уедут. Для общества улучшение в качестве предоставляемых услуг, в качестве жизни будет происходить очень медленно, потому что маленькие проекты, какие-то разработки дают не особо большой результат. Для государства развитие энергетики в стране будет зависеть от бизнеса, то есть, собственно, бизнес будет главным в этой стране. удастся. 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 Продолжение следует...